давайте создадим новый проект а как создать новый возможен вариант следующий просто кликнем ссылочку new либо берем нажимаем файл здесь у нас сейчас есть два варианта это уже версия начиная по моему с версии 2.0 это появилось 2.0.19 ну очень неважно это уже с последних таких уже стабильных версиях но смотрите вот корректаре ленты project это абсолютно пустышка это просто чистый лист все нет ничего коррел прозвит комплект это шаблон сейчас я могу смело рекомендовать начинать работать салона потому что нет ничего лишнего все легко выбрасывается если что то что не нужно вам легко выбрасывается и зато можно использовать как шпаргалку особенно на начальность пока еще все равно опыта какого-то нету уже такой устоятельности может пользоваться шпаргалку а там есть использование некоторые функциональные блоки которые выполняют весьма полезные вещи но там есть реальный пример их использование который точно работает и плюс там есть неплохая шпаргалка по созданию меню на стороне си маски то есть там написан код для этих менюшек там сделано меню красивое такое со скроллингом то есть у вас двигается черная полоса она уперлась и дальше пункт пролистывается да вот потом она значит если вы двигаетесь вверх черная полоса смещается она упирается вверх и дальше опять провести но там этот код написан его можно спросить по себя любимых как его переписать и так далее они уже готовы управление тревогами и написан соответствующий код для чтения этих журналов и так далее поэтому в принципе вещь вполне такая себе применимая по крайней мере я вот сейчас делал проект по заказу вот одной нашего дистрибьютора и в принципе я использовал этот шаблон взял за основу ну кое-чего там конечно заменил на свой код их предложено но во всяком случае большинство этого функционала мне там осталось давайте поэтому начнем с него выберем к в качестве здесь мы создаем имя проекта давайте назовем дальше значит здесь путь путь значит ну я обычно смотрите насчет путей и используем перевести не надо использовать кириллица в путях уже кажется что мы живем в двадцать первом веке уже давно все эти фреймворки буржуськи должны учитывать то что у нас вот такие шрифты не такие как и все тем не менее иногда возникает трудно объясним и если отказаться от кириллица в путях к файлу эти люди исчезают поэтому как бы не надо использовать кириллицу лучше как он создать там или в корне или еще где-нибудь в каком-то удобном разделе отдельную папку и там держать проект я вообще обычно все не держу никогда на диске c ничего я на диске d все держу и давайте я здесь создам папку на диске d специально для сегодняшнего тренинга назову ее там 29 да ну 4 там 15 окей окей это папка значит выбрали темплейт назвали solution и выбрали папку окей многие очень узнают по интерфейсу сразу если собрал примерно так или такую политику они просто продают свое решение а уже дальше компания под свое железо доопиливают дописывает вот так вот собственно создался проект в корне у нас это solution это имя solution это контейнер в котором будут находиться наш наш контроллер дальше значит у нас здесь внутри контейнера solution собственно проект это уже проект нашего устройства которые внутри имеет стандартный папку дико месяц кстати она видна сразу в у нас в шаблоне а здесь уже подключены библиотеки пока нет а если бы начали с чистого листа то этой папки даже здесь никакие библиотеки не подключены как только мы подключили его первую через дипломерс так сразу у нас возникла бы такая папка и там появилась библиотека а что здесь у нас библиотеках изначально basic lib это то что у нас здесь есть одна библиотека так называемая стандартная которая не нуждается ни в каком у него подключение ссылок на неё она просто есть всегда она не всегда и даже здесь не видно она просто есть папка дико точнее такие библиотеки в принципе две одна стандартная просто отвлеченно стандартная там очень блоки вычислений каких-то там логический да в общем математика ирогика более обыкновенная и вторая и вторая библиотека который всегда есть это кариаловская библиотека так называемых си функцион фаншен блок в общем плане просто на си написанные блоки они есть они сразу они служат для обращения всяким системным функциям контроллера вычерпывали из них всяких системных данных создание каких-то файлов на контроллере там чтение этих файлов там и так далее работа на все кстати там уже через эти функциональные блоки делать эта библиотека тоже всегда есть она просто есть и не нуждается в том чтобы ее подключали что такое кариал basically это некая адаптация старой кариаловской библиотеки макроблоков которые в антуре по си свечи естественно она здесь не имеет каких-то блоков которые были в антуле и имеют может быть какие-то были которых там не было но тем не имеют это та же самая библиотека которая раньше называлась макроблокс следующая библиотека это библиотека цены с собой именно шаблон этот макрос используется в шаблоне то есть функциональный блок который призван для того чтобы проверять версию того как вы работаете на проектом если вы обновили что он там на который покажет соответствующие сообщения потребуется выполнить некие действия такая опциональная вещь потом расскажу я прокомментирую вообще где она и как это все работает значит следующая значит папочка девайс это уже собственно контроллер внутри контроля есть ресурс это уже и подразумевается что это что это процессор контроля и внутри значит ресурсом за объекты programs и тут программ организации как как в коды системы и саграфика других подобных средах поддерживается значит соответственно программа и зачем мне такой программ и еще два юнита фуншенс пашелс и пашеного внутри есть соответственно тоже библиотека это библиотека локальная все функции и функциональные будут которые написаны внутри проекта они находятся здесь и используют и доступны только этому проекту если мы хотим чтобы они стали доступны другим проектам мы должны на основании на основе этих блоков сделать создать библиотеку и подключение уже в виде библиотеки другому проект есть принципе другой вариант я им кстати по крайней первое время активно пользовался можно просто скопировать отсюда функцию и ставить ее в другой проект скажем если нам не нужна не нужна вся функциональность данной библиотеки а только один какой-нибудь функциональный блок или функции мы можем с копипастом туда и все будет корректно работать все здесь достаточно развитые функции экспорта и импорта и достаточно устойчиво работает просто копировать вставить и сейчас мне вообще не надо думать о том что будет я просто беру функции если там функциональный блок есть копировать и открываю другой проект в отличие кстати от ланту здесь одна есть очень приятная штука здесь можно запас открыть несколько экземпляров все дизайна и будет жить параллельную жизнь в принципе можно конечно копипатить кусками большими из одного проекта в другой ну там был экспорт и там можно было добавить проект прямо сюда из него копипат. Вся наша жизнь здесь резко облегчилась в связи с тем что мы можем взять и открыть еще один экземпляр и все будет хорошо все будет корректно работать это потребует каких-то ресурсов компьютера но это будет абсолютно нормальная корректно работать так значит дальше 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 ну про блоки сказал все хорошо ну давайте теперь смотрите я пока не буду обращаться к тому что уже создано в шаблоне обращусь к ним прокомментирую эти странички тогда когда мы с вами уже свое создадим у нас возникнет понимание как с этим придется давайте создадим свой объект программ выбираем add на стадии выбора у нас возникает выбор на каком языке будем работать здесь на самом деле абсолютно разноправные, равноправные языки в любом сочетании вы можете использовать у вас может быть хоть все вы можете использовать функцию на ст использовать ее в блоке и наоборот там в общем как у любой комбинации здесь это все абсолютно нормально корректно дружит между собой в отличие от квантул там все таки ст квантул был прикручен с поверх здесь это нормально это все эти языки изначально интегрированы сюда и поэтому они абсолютно равноправные все это абсолютно корректно работает LD LD ladder диаграмма это очень достаточно известная вещь релейная лестничная логика так называемая если взять схему какому-то электрооборудования нашего на релейной логике вы можете увидеть там буквально ледер левая шина значит это фаза, вправая шина это 0, нажимение связи, в конце прописка реле, нажимение контактной группы от нормально открытой, нормально закрытой, параллельной, последней дальше это ледер, единственное что всегда конечно интегрированы и аналоговые блоки и все это при добавлении аналоговых блоков возникает куча дополнительных переменных, без которых можно в том же FBD обойтись и в общем получается тот же самый FBD, только всего этого много и пользуясь этим не очень удобно много таскать по экрану как вы видите вверх-вниз всю картинку поэтому как бы ледер, если кто-то привык этим пользоваться и считает, что это ему удобно, то ради бога, вперед мне сейчас не очень понятно, я все то же самое, что на ледере могу реализовать на FBD, FBD, вправо непринужденно, в общем в более удобно читаемом виде поэтому как бы, ну опять же, в более удобно читаемом, на мой взгляд я думаю все таки, наиболее употребительной вещью будут все таки FBD и FBD в любом вычисления все очень удобно делать в FBD логику всевозможные там, в зависимости писать FBD я за что не люблю FBD, вот лично в моем мнении в нем конечно очень классная работа, пока ты так вот пишешь когда тебе надо проанализировать, где-то накосячил, на самом деле, вот рыться в этом листинге особенно, если ты на стадии написания кода заленился немножко его поподробнее прокомментировать на самом деле, рыться в этом листинге, в общем, трудозатрата возникает тут просто получается дешевле написать новый код иногда ну вот, ну это мое частное мнение потому что, в принципе, конечно, на нем здорово ты, во-первых, четко сохраняешь последовательное исполнение все нормально, ты вот видишь и четко представишь, как это все работает, все это здорово но через неделю ты уже подзабыл этот код и когда надо либо добавить функциональности, либо исправить какой-то баг, ты начинаешь там какие-то строки перелестывать, в общем FBD в этом плане мне с ним комфортнее потому что я открыл страницу, у меня все сразу при глазах я пользуюсь системой FBD примерно сейчас если взять мой стандартный софт, да 30% написано на ST в принципе, остальное мы видим так, в процентном соотношении ну давайте начнем с FBD смотрите, пока вот сейчас у нас здесь открыта вкладочка на которой мы ничего делать не будем в принципе, она нам не мешает никак жить но если не мешает, можем просто закрыть вообще все, что мы здесь настраиваем интерфейс как в ланку все панели можно подвигать, как вам удобно сделать на вкладках и так далее если вы что-то закрыли крестиком другое и потом возникает вопрос, где это взять снова все это через меню view обратно подымается то есть если я сейчас закрою deployment то для нового открытия я должен просто в view вывести deployment и он снова появится итак, давайте создадим объект программ ну для начала на FBD здесь есть ряд особенностей использования функций функциональных блоков в ST и FBD и поэтому я делаю две одинаковые стратегии маленькие, буквально там P-регулятор и пороговое устройство на двух языках идентичны с тем, чтобы объяснить, как этим пользоваться и чем это отличается это пользование давайте сделаем сначала на FBD у нас появился новый объект программ я его переназывать не буду он естественно может быть переименован просто через функцию rename здесь в общем никаких проблем нет я оставлю его по умолчанию теперь давайте поговорим о том, как здесь быть переменным здесь уже во всех взрослых нормальных средах разработки есть отдельно переменные глобальные которые доступны всем объектам для исключения и плюс у каждого объекта есть свой список локальных переменных, которые доступны только в нем ну так как-то складывается я посмотрел работу обычно что все равно в большинстве случаев возникают глобальные переменные потому что идет непрерывный обмен данными между соседними или очень соседними объектами поэтому в основном переменные получаются глобальные как объявить глобальную переменную здесь есть несколько способов я пользуюсь даже не только одним а по ходу выбираем тот, который мне более подходящий самое элементарное это просто вызвать эту табличку глобальных переменных на редактирование двумя кликами здесь достаточно уже большой список существует это то, что собой предпритащил шаблон ну вот например, давайте объявим переменную которая впоследствии будет использована для подключения к физическому аналоговому входу который будет содержать себе температуру я просто здесь списываю имя это имя переменной и нажимаю кнопочку add переменная попадает в конец списка в чьи здесь везде это все построено на базе данных поэтому здесь все это намного более быстро и корректно работает чем в антул в антул там это будет текстовый файл здесь это уже база данных значит, вот она переменная моя сотем теперь я должен назначить тип данных вот что касается типов данных здесь поддерживаются все стандартные типы данных которые по требованию стандарта max.61.131 то есть все стандартные boot 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 date double int и так далее есть стандартный набор давайте мы выберем real как наиболее подходящий для аналоговых величин и еще одна причина есть у меня выбранной температуры именно real потому что вот этот модуль работы с блоками с входами и выходами в качестве типа данных для переменной включаемой аналогами входа или выхода требует чтобы переменная была типа real поэтому конечно целесообразно сразу назначить ее real я не заметил какого-то снижения производительности устройства этого если очень много вычислений если очень много такой вещественной математики по правде говоря я не такой опытный программист может как многие из вас я в общем-то в своей стандартной программе особо не стеснялся памяти у него достаточно что касается размещения такого количества трехразрядных данных ну вот и видимо производитель у него тоже хватает чтобы он спокойно переживывал одновременно десяток одновременно работающих регуляторов и так далее вот поэтому значит выбираем ее дальше если у нас предполагается что данная переменная будет массивом здесь мы просто задаем размер массива но это в данном случае не так поэтому размер не будем массив задается вот в таком формате просто задаем к примеру что массив будет у вас содержать элементы начиная с допустим с нулевого и две точки и кончая допустим 52 все теперь это массив можем обратиться непосредственно к каждому элементу массива чтобы вернуться назад если мы отсюда уберем size параметр значит дальше значит initial value это то значение которое переменная примет сразу после запуска контроллера но для температуры это не очень важное поле можно заполнять и вот эти флаги мы пока не рассматриваем но мы рассмотрим чуть позже я объясню за что отвечает каждый этот флажок в конце у нас может быть коммент ну коммент может в любом удобно читаем в языке написано русском да да это просто комментарии это описатель этой перемены значит так вот таким образом мы объявили что даже описатель я впишу сюда ну вот это поле необязательное для использования так смотрите здесь что касается автосейва здесь никакого здесь надо самим сохранять периодически что вы делаете смотрите все что не сохранено все что в деле изменения не сохранено здесь такая звездочка нажим нажим галочку я сохраняю то что выделено в данный момент множительная дискетка сохраняет все что нуждается в сохранении то есть где были звездочки это значит есть несохраненные данные которые видимо содержатся в временном файле соответственно нажатие множественных дискетки сохраняет все а нажатие отдельно взятые дискетки сохраняет только то что выделено на данный момент ну скажем так я не нажимаю при любом изменении я нажимаю два раза в день не забываю это один из способов объявления перемен у вас здесь значит есть такой тулбокс он у вас свернут наверное свернут как я полагаю по умолчанию он обычно свернут если его нет то его можно через view включить тулбокс значит следующий способ объявления перемены который сразу вызывает появление перемены здесь у нас в рабочем пространстве выбираем тулбокс берем variable перетаскиваем на лист пока вот такая пустая метка возникает дальше открывается диалог здесь мы либо выбираем существующую переменную списку либо объявляем там set point ой сори да да добавляем выбираем для нее тип данных типа real этого нам достаточно и нажимаем ок у нас сразу метка содержащая ссылку на данные перемены уже здесь прямо на листе третий способ кликаем правой кнопкой прямо в лист выбираем insert variable говорим что это будет pband add добавляем говорим что он будет real и ок и четвертый способ который нравится мне больше всего нажимаем control и 1 и говорим что здесь будет переменная reg out 1 нажимаем кнопку add говорим что она будет real и добавляем блок добавляем переменную на лист первый способ самый первый через табличку подразумевает только объявления переменных а три оставшиеся объявления одновременно выборы используем в данном рабочем пространстве естественно если мы любим какое-то украшательство мы можем сделать какой-то размер который нам больше нравится на самом деле я не рекомендую делать тогда совсем зажатый потому что когда будет работать симулятор будет не видно значение если мы хотим выделить какую-то отдельно взятую метку мы можем ручками вот здесь в панели свойства цвета поменять и здесь отсутствуют специальные блоки для записи отдельно в оперативной памяти отдельно в энергонезависимом здесь это все делается ровно одинаково мало того теперь здесь нет блока такового блока присвоения если мы хотим передать значение из одной перемены в другую то мы делаем просто так в туку понимаете это move да данные передаются с выхода одной перемены на входы то есть если мы захотим сделать вот так если мы захотим сделать вот так у нас не очень получается здесь справа выход слева вход с выхода на вход то есть ну проочередно исполняем чуть позже итак теперь надо в принципе научиться добавлять блоки из библиотек и вообще ввести понимание где брать библиотечные блоки но здесь можно показать библиотеку в том виде каком она была видна в антул нажать кнопку view и выбрать опцию блок library по умолчанию она всегда выпущена вот такая вот штука она у вас где-то повисла посредине экрана панель с библиотеками библиотеки здесь разворачиваются и сворачиваются честно говоря мне очень нравится перелистывать все эти иконы там и выбирать подходящую я просто пользуюсь одним из других способов сейчас я вам покажу эту панельку можно в каком-то удобном для себя месте расположить если вы любите пользоваться перетаскиванием drag and drop можно например здесь внизу на вкладку сделать более привычный вид в антул да ну вот и так далее но я например вообще я например в принципе у меня это окно оно вообще обычно в редких случаях оно у меня бывает где-то пришвартованное вот здесь слева когда я этим пользуюсь обычно оно у меня просто выключено здесь очень все просто выбираем нужную библиотеку и drag and drop перетаскиваем блок на экран и все какие-то особенности можно свернуть что тоже удобно так отщелкиваем кнопочку и он сворачивается наводим появляется выбираем сворачивается это кстати наличие этой кнопки на панели она делается со всеми панелями ровно на одном коже если мы ее отщелкиваем она сворачивается если мы прикалываем она оптицируется значит первый способ это взять drag and drop перетащить нужный блок естественно у вас потребуется какое-то время на запоминание и здесь значит в конце библиотеки приставные все которые подгружаются в каком-то каком-то карел бейси карел девайси там это отдельно карел библиотеки ну вот описаны блоки документированные значит каким-то образом и значит блоки которые для тех которые не нуждаются ни в каком подключении они оказались и в другой главе они оказались значит здесь разбросаны немножко по тексту этого хелпа значит функциональные блоки здесь описаны стандартные библиотеки функции операторы и вот эти вот отдельные отдельным параграфом c function blocks это те которые дописывал сам это всевозможные там такие интересные вещи чуть попозже мы покажем использовать поэтому здесь видите да я бы конечно желал обошли а view здесь help view help отсюда так ну естественно этих help экземпляров требуется первое время я пользуюсь тоже help поглядывал туда и сюда я никогда не читаю весь help сначала до конца я пользуюсь им по мере необходимости конечно я наверное не знаю абсолютно всех нюансов которые может этот продукт значит с библиотеками короче вот так справка по функциям функциональным блоком она оперативно ее увидеть ну вот значит дальше ну понятно drag and drop рассмотрели второй вариант это toolbox блок выбираем из списка список содержит все блоки которые есть здесь есть удачная работа фильтр если вы в принципе владеете именами или вы просто говорите что вы хотите допустим T O видите она не по первым буквам а просто по сочетанию которые содержатся вот видите сразу достаточно четко сфильтровался T ON это задержка на включение значит просто выбрал блок все вот он здесь у меня на экране значит дальше естественно правая кнопка insert блок работает тоже самое открывается и больше всего мне нравится ctrl 2 да выбираем блок ну давайте выберем нас интересует мы тут собрали строить пропорциональный региатор простой тупой ну давайте для него используем там такой есть блочок confril это некий конвертор одного не менее преобразователь который если копнуть поглубже является измельчением как пропорциональным региатором вот он ну да естественно здесь все способы стандартного редактирования и зуммирование я удерживаю ctrl вкручу зуммирование происходит если я сделаю ниже какого-то зум то у меня исчезнут показатели реал там и так далее видите просто не переставить умещаться просто исчезают ну я обычно держу так чтобы было их видно значит вот так мы берем блоки с бетерами дальше как соединить метку с входом блока ну это очень просто здесь есть два способа первый способ мы просто подводим указательную область привязки это выхода этой метки тянем и на где-то напротив входа где-то в районе четырех клеток или пяти уже видите осуществляется привязка и станции стресс мы просто тянем к другому третьему там и так далее ну вот бросаем все связь есть второй способ это подтянуть саму метку на где-то две клетки по-моему привязки две клетки появилась бросается связь есть дальше уже как хотите она никогда не денется пока вы ее принудительно не убьете если хотите скажем сделали вот так и хотите как-то украшать и выделить и все традиционным образом дальше значит мы хотим здесь пропорциональный регулятор построить здесь почти пропорциональный регулятор но здесь каким образом этот блок работает в хелпе красивая картинка нарисована мы сейчас сюда обратимся значит тарел бэйсик он вот собственно картинка вот наше входное значение параметр им 0 это собственно устатка выход у него меняется от 0 до 100% в период и от 0 до 1000 выимпорт ну вот два одинаковых один работает с целыми переменами другой с риольными ну вот значит выход всегда меняется от 0 до 1000 и что это соответственно ин 0 это наша устатка ин 100 это то значение при отклонении до которого относительно устатки вызовет при отклонении вот входящей личины диапазоне от устатки до ин 100 выходной сигнал будет меняться от 0 до 100% назовемся двумя координатами выходной сигнал у нас выходной сигнал по этим координатам у нас меняется выходной сигнал меняется по этим координатам от 0 до 100% соответственно это у нас вот этот вот зазор у нас в принципе является диапазоном пропорциональности то есть соответственно если мы сюда зайдем уставку как абсолютное значение допустим 20 градусов и здесь будет конец 30 градусов с этим будет не очень удобно работать но это будет тем не менее диапазон 10 градусов мы с вами сделаем сейчас создадим параметр диапазона как абсолютное значение чтобы можно было легко с ним работать в общем очень простые приемных и просто возьмем блок который складывает значение просто возьмем сори я ошибся конечно вот это будет здесь и просто сложим нашу уставку с нашим диапазоном с параметром диапазона и вот теперь параметр диапазона будет является реальным диапазоном потому что он уже не будет зависеть от того какая у нас уставка если мы напрямую подключили сюда то мы должны были изменять уставку мы должны были изменить этот параметр и он будет диапазоном в привычном понимании этого слова дальше значит у нас еще осталось добавить сюда собственно температуру пропорциональный регулятор на выходе я специально создал заведом переменную реп а вот один чтобы смотреть что же он будет вычислять мы можем взять блок библиотечный пит и отказаться от использования интегральной и дифференциальной составляющей будет то же самое я пошел к альтернативным путем естественно я мог просто тупую формулу здесь написать руками здесь уже нормально все по-честному здесь уже все по-честному real если вы говорите что real константу вы должны объявить в виде 100.0 к примеру точка десятичная это это указатель не то что это будет real константа типа real если вы напишите 100 без этой точки десятичной он будет восприниматься системой как целое значение сейчас когда мы с вами найдем место куда применить константу я вам покажу как объявить константу и как присвоить изначально так и так очередность исполнения здесь в отличие от вантул она не нужна здесь наверное более традиционные для подобных средств мне очень нравился сейчас вантул этот способ прямого воздействия на очередность исполнения здесь подход другой изгорьки исполняются слева направо сверху и здесь правда еще интересная штука здесь есть некое еще контекстное назначение от этого порядка потому что несмотря на то что этот блок явно геометрически расположен ниже чем этот тем не менее система анализирует и видит что этот блок получает свой параметр от блока сложения соответственно она своей властью скажет что он должен исполняться первым а этот вторым кстати еще такая интересная особенность здесь я вот вызван на редактирование теперь здесь есть возможность для таких блоков сложения умножения логика и и и и и назначить количество входов только сколько вам необходимо да прямо сейчас я могу сказать что у него будет 5 входов пожалуйста 5 да можно сделать обратно 2 значит так теперь откуда же я узнал здесь на самом деле не смотря на то что я рассказал что здесь строго назначается человек сверху направо сверху вниз такой порядок нет здесь конечно есть способ сделать свой порядок по многочисленным просьбам предельщиков как выяснилось ни одного мне это не нравится а из всех остальных стран людям тоже это не нравится ну вот мы берем сюда механизм следующее если я кликну в лист выберу и выберу Manual Definition то я увижу эти вот номера этих блоков первое ну первое я пользуюсь этим способом только для чего я никогда не переназначаю я в принципе уже привык что она сама призывает очередность и стараюсь пользоваться тем что программа делает сама я с помощью этого способа просто смотрю как она расставляет смотрите данный способ в общем существует он работает абсолютно корректно но рекомендация производителя примерно такая вы если используете этот способ но не злоупотребляйте поэтому я на самом деле использую эту функцию только для того чтобы посмотреть как как система расставила дальше я могу взять execution order и выбрать start renumbering традиционным образом как в анкрееве и просто кликать по этим меткам в той очередности которую я считаю правильная да зашел execution order stop renumbering есть еще интересная такая есть опция execution order да reset это она сбросит мои установки да на свои которые она считает правильными часто в антуле я встречаю что я сам тоже часто использую допустим когда я хочу временно сохранить какое-то значение да какое-то либо и так далее мы используем с вами такую простую конструкцию как допустим seo real так price attend этот переключатель замыкали вот таким вот образом а сюда подавали уровень логический низ когда мы хотели короткие одноцикловые чтобы запомнить значение выходного сигнала вот вот сюда вовнутрь этого мультипеса и дальше мы могли поступить сразу к следующему блоку например такому такому да сразу использовать все хорошо было у нас все сладко работало все замечательно вот здесь так делать нельзя точнее так делать можно но как я вам сказал результат не гарантируется стабильно здесь вы должны сделать следующее прежде чем переменная пойдет у вас в той же программе будет использоваться в блоке в предыдущем грубо говоря в формале в предыдущем цикле да в последующем цикле она будет записываться то есть в предыдущий блок она будет записываться сюда должна быть обязательно добавлена объявленная переменная переменная должна быть объявлена в нее должна произойти запись и только после этого мы можем это сделать здесь должна появиться метод тогда это все гарантированно корректно будет работать и я на самом деле проверял вот так тоже работает так тоже работает но мне еще на тренинге на нашем колянском сразу сказали что да оно работает сегодня работает завтра работает завтра работает а потом перестанет работать и мы здесь за такое решение мы не отвечаем а вот если у тебя возникает переменная то все это будет гарантированно работать поэтому вот так то так это надо просто запомнить соответственно я так понимаю что есть это даже касается тех случаев что скажем у меня возникает какой-то блок здесь в начале стратегии 100 блоков и в начале там какой-то блок которым я взял и соединил данные отсюда прямо туда к тому блоку это тоже самый случай совершенно только через много блоков какая разница если уж такая обратная связь организована на этой странице то она должна быть сначала эти значения должны быть загружены в переменную а потом с выхода перемены мы берем и уже тянем куда хотим потому что я до какого-то момента я тоже не мог сообразить что окажется у метки у этой тоже есть вход и есть выход я думал что вот это будет то же самое что и нет оказывается нет оказывается вот это вот правильно а вот это вот до запись еще нет неправильно ну да именно с этим сейчас а сам размер поля как назначить размер поля смотрите я честно не заморачивался может быть где-то его и можно назначить вот привязку здесь есть а вы имеете ввиду рабочее пространство нет формально как бы он безразмерный но смотрите я обычно держу как я обычно работаю по вертикали больше я стараюсь так чтобы у меня все-таки большинство функционалов помещалось в видимую область но чисто для удобства в крайнем случае чтобы у меня было ну немножко двигать сюда потому что вы можете добавлять оно будет добавляться добавляться вы можете добавлять но потом столкнетесь сами с тем что это придется ну собственно разобрались с очередностью исполнения да с тем что делать можно в качестве обратной связи сделать нельзя так ну давайте сделаем двухпороговый компаратор и подключаем пару компасоров с тем чтобы просто константами было куда добавить значит для этого я использую готовый функциональный блок контроль 2 выбираю название такое же неудобно читаемое осталось только более короткое помните как там one two fist ref dif to dif и так далее здесь нет фистер адврил точно такой же окей теперь обратите внимание на следующий такой интересный факт видите вот здесь на блоке ничего не написано и здесь ничего не написано а здесь написано нашим хист хистер адврил добавили этот индекс а дело в том что это блоки является функцией это вообще оператор это функция а это у нас функциональный блок в чем принципиальная разница между функциями функциональные блоки например здесь своей памяти нет выделенной то есть грубо говоря если я использую двадцать раз эту функцию по большому счету будет одна и та же функция которая будет подставляться разные аргументы и читаться данные в разные перемены первый раз первый раз функциональный блок содержит внутри памяти раз она под него выделяется значит у нас возникает эта память как экземпляр этого функционального блока где назначается экземпляр он предлагается автоматически вот здесь когда вы выбираете из таблицы внизу в принципе вы можете его назвать по-своему ну вот значит все хорошо начнется ну и значит используем его более традиционным образом ну смотрите что такое вот этот дискерезис да в принципе компаратор такой же как раньше их было два отдельно сейчас он один просто вот работая в положительную сторону или в отрицательную то есть в право или влево зависит от параметра то есть если здесь false то он работает как препарата который работает с увеличивающимися значениями если здесь true то он работает как компаратор работающий со снижающимися значениями о чем в общем то на справке он есть он в кариал спит смотрите принадлежность блока той или иной библиотеки очень легко установить вызвать его на редактирование здесь вот они в столбце scope написано в какой он библиотеке находится поэтому в help находим хистер вот здесь собственно все разрисовано вот он раньше у нас было два отдельных макроблока теперь у нас один в зависимости от параметра reverse он работает в одну другую сторону теперь значит как объявить константу я вызываю тоже control 1 чтобы использовать переменную вместо имени состоящего из буквы принципу просто говорю что это будет 50.0 нажимаю кнопку add и вот она константа как объявить булеву константу точно так же только здесь я должен написать что это у меня false в данном случае логический 0 это false логические днице true если я напишу 0 или 1 копилятор это воспринимает ошибку потому что он rip в целом числе а здесь требуется тип данных булл значит ну давайте диф делаем значит такое 49.9 потому что работа с данными тип рил она накладывает определенные особенности потому что как я понял в риле нет абсолютного нуля есть и там может быть значение в этом специальном представлении какая-то единичка висит после 25 знаков после закрытой и поэтому может эта карта лечит что этот компаратор никогда не вылечит если не вылечит если будет ровно 50 здесь ограничивал обрежу к нулю не дам ему уходить в отрицательную зону то может так получиться что здесь будет такой ноль одна миллион и это уже недостаточно я все поступаю в таких случаях вот так ну а дифрайт я хочу чтобы у меня включался порог напротив уставки а вы включался с гистерезисом ну практически ну практически ну практически ну control 1 значит опять же даже 0 0.0 вот это рил если будет просто 0 то это будет целое число ок ну и можно как бы взять просто и вернуть автоматически видите здесь второй экземпляр система работает четко но подсоединяем единственное что мы здесь изменим это только ага смотрите как поменять в принципе двумя кликами вызвать и вписать другое значение раз и второе смотрите если я на виду вот выделю и на виду в центре где-то ближе к верху указатель оказывается такая рамка внутри появляется если это время кликну здесь можно тупо переписать и дальше интер на самом деле не всегда удобно потому что там в эту рамку прицеливается если бы она сразу однозначно появлялась а так там прицелилась чаще всего кликнул вписал интер здесь можно уже нормальные 50 вписать вот собственно эти два порога первый компрессор на половине выходного сигнала будет включать а второй на 100% теперь можно объявить еще переменную допустим компрессор 1 компрессор 1 компрессор у меня будет еще такой комплект смотрите какая интересная что-то есть хочу двигать переменную и здесь я не просто вписываю комп 1 теперь я в любое место свободное от какой-то значащей информации то есть от полей кликаю правой кнопки ну например сюда и говорю quick declaration у меня открывается вот такая формочка небольшая что я могу здесь в качестве префекса у меня будет имя комп допустим 1 подчеркиваем потому что я собираюсь объявить допустим я 16 компрессор объявляю 16 переменную это в принципе можно делать руками 16 раз довольно хлопотно здесь есть один такой удобный механизм я просто назвал собственно переменную дальше я сказал что она будет у меня от 1 ну в данном случае у меня всего 2 до 2 если у меня есть что написать после этого индекса я вписываю всю дальше выбираю тип данных она булева больше выбрать нечего нажимаю ok и смотрите у меня здесь в конце сразу видите опа двигаем они всегда в конец пишутся перемены новые всегда в конец базы пишут просто кликаем в любое серое ну в любое не поле кликаем говорим click declaration и назначаем все необходимые данные то есть пока она у нас будет иметь индексы до 9 то есть до двузначных ей будет присваиваться 1 2 3 или там 0 1 2 3 4 5 если я здесь выберу допустим 22 тут сразу будет 0 1 0 2 0 3 будет все сразу двузначные индексы а кстати 0 0 а давайте попробуем допустим 11 сделаю скажу что она будет допустим окей посмотрим не да и 0 0 видите единственное что удалять все теперь это хлопотно здесь видите нельзя выделить shift все все грубо говоря ну а все теперь мы значит берем переменную вот она здесь теперь берем в принципе смотрите какой еще есть способ можно копировать в принципе если нам понравилось пользоваться вот этой рамочкой да у нас здесь выпадающий список можно выбрать другую значит смотрите и теперь мы сейчас сделаем ухлажнение немножко задачи мы сделаем так ну к примеру смотрите не очень красиво применительно к работе компрессоров да не очень красиво допустим мы включили установку когда температура у нас больше чем уставка настолько что это больше чем размера диапазона будет нужно поставить диапазон 2 да уставках у примеру там 0 а температура сразу 7 третью превышение больше чем диапазон это вызовет одновременно включение 2 компрессоров и есть хорошо хочу чтобы в меня получил сначала один компрессор а потом спустя какое-то время включился если этого все еще достаточно То есть, на задненькое минимальное время задержки включения второго компрессора относительно первого. Значит, нам не нужен блок задержки на включение. В принципе, в библиотеке такой блок есть. Но он нам не всегда удобен в использовании по причине того, что этот блок ТОН, это стандартный блок, у него в качестве параметра временного задержки включения, требуются данные типа тайм. То есть, это представление, сами понимаете, какое. Такой тип данных не поддерживается CMASK. Он не может, там нельзя в окно положить поле, в котором будут данные в таком виде. Ну, хотя бы даже в этом принципе сделано, я абсолютно согласен с разработчиками. Пользоваться пользователю, этим, конечно, будет совсем неудобно. Но на CMASK мы можем использовать нормальные целые численности. Для отображения и изменения параметра. Поэтому нам придется здесь сделать такую конструкцию. Взять сюда блок задержки на включение. Потом преобразовать. Есть специальный готовый функциональный блок в кариаловской библиотеке, который преобразует нормальный интенсер уже в тип тайм. Это всегда будет как минимум два элемента. Если вы сами понимаете, задержка на включение, то в общем, не знаю как, у ваших, в моем случае довольно часто используемый блок функциональный. Потому что таких задержек бывает чуть ли не сотнями, можно считать. И каждый раз так сказать, что конструкции блоков, в принципе, можно. Но целесообразно здесь все-таки свой функциональный блок создать с задержкой на включение. В стандартной библиотеке есть еще блок с задержкой на включение и выключение, в которой уже с синтежами работает в качестве параметра. Здесь нам нужна только задержка на включение. Ничего не остается, как создать свой функциональный блок. Для этой цели мы идем вот сюда, в папочку Elite. В стандарте есть задержка на включение и выключение. И есть блок задержки, который работает с параметром Time. На самом деле мне нужна просто какая-то причина, чтобы показать вам, как создать функциональный блок. Ну вот, это раскрываем, значит, папочку Library Elite. Давайте на FBD, вот, для, так сказать, визуальной удобной читаемости. Фициальный набор. Вот он у меня FB. Давайте я его назову там, делай он. Теперь я хотел бы объявить, значит, входные и выходные параметры этого блока. В связи с этим, два и старше, можно сделать уже двумя способами. Выбирайте, которые вам больше нравятся. Значит, я вам покажу оба. Значит, первый, значит, кликнем правой кнопкой по, собственно, функциональному блоку. Выбираем опцию параметра. У нас открывается вот такая форма, содержащая кустички пока. Значит, давайте объявим вход. Нажимаем кнопку New Input. Внизу у нас появляется здесь возможность назвать входную переменную. Давайте назовем ее Input. По-моему, In она, по-моему, не даст, потому что это какое-то служебное зарядение слова. Я называю Input. Если бы это был у меня массив, я бы здесь задавал размер. Здесь я могу и хочу, если хочу, написать, например, что это вход. Черт. По-русски. Здесь комментарий, короче. Enter нажимаю. Все, все хорошо. Значит, если хочу еще один, а я хочу. Хочу еще одну, нажимаю опять кнопку New Input. Говорю, что здесь будет Delay Time. Проверю теперь это примерно будет типа Integer. Ну и могу здесь, в принципе, описать и мне писать, что это будет время задержанного. Ну, к примеру. Если как только блоки попадают в библиотеку, то уже там вы вовнутрь не залезете и ничего не обрабатываете. Окей. Ну, вот это первый способ, да. Ну, собственно, с выходами то же самое. Так, я, чтобы оставить себе еще для второго способа, я просто пока не объявлю выход. Смотрите, внизу есть comment для самого блока. Когда ни один код выход не выделен, да, внизу есть comment для самого блока. Ну, например, блок там, блок из задержки на включение, да, допустим. Можно это написать, это, в принципе, удобно. Особенно, нет, если бы какое-то удобно читаемое название, и которое содержит в себе более-менее, по нему можно понять, для чего блок, в принципе, можно сэкономить на это время и написать. Но это не всегда получается сделать, особенно, когда блок сложный. Можно написать, значит, здесь. Можно просто теперь закрыть. Потому что, для чего я это сделал, посмотрите, если мы вызовем там любой блок на редактировании, да, допустим. Здесь у нас, вот эти описатели, короткие есть, и по ним мы можем ориентироваться, для чего тот или иной блок. Вот, кстати, наш уже, наверное, здесь. Делай он, мы проверим. Пау. Пау. Вот, видите, делай он, видите, блок заявки на включение. Все. Он уже здесь. Пусть он не доделан, но здесь уже видим. И подписан. Справа у нас видно, принадлежность библиотеки. Он есть библиотеки в проекте. Так. Окей. Значит, дальше второй способ объявить эти входы и выходы. Мы открываем список локальных переменных этого блока. Мы просто развернули. Видите, стрелочки нажали. Развернули. Открываем саму таблицу. Ну и говорим, что здесь нам нужен out. Out. Добавляем его. Говорим, что это будет булевая переменная, там все нормально. И вот здесь вот, видите, direction. Выпадающее менюшка. Мы говорим, что это будет out. Если нам нужны внутренние переменные, то мы говорим, что это вар. А если нам нужен вход или выход, мы говорим, что будет out или нет. Out. И точно так же мы можем написать, что это выход. Это очень очевидно, но просто пускай будет. Все. Вот так можно облить еще одну позу. Если мы теперь уже глянем туда, вот в эту страничку, мы увидим, что здесь все хорошо, он появился, все замечательно. Ну и теперь нам, в принципе, эта таблица не нужна. Мы можем закрыть. Когда мы закрываем, нас спрашивают сохранять. Мы можем сохранить. Напрос. Ну вот наш блог. Давайте теперь, собственно, стратегии. Блог создадим. А у нас используем всего два функциональных блока. Значит, первое, значит, что у меня будет. Такой есть специальный блок. В Carial's библиотеке находится. Sec to Time. Это превразуется из значения integer в значение time. То есть из значения integer в секунду превразуется в время уже в формате time. И второй блок. Блог T-On. Это блок со стандартной библиотеки. Т-Он. Задержка на включение. Функциональный блок, видите, внизу сразу формируется эземпляр. Можно так растянуть до красоты. Собственно, Pt. Это параметр. Собственно, сама задержка. Мы присоединяем их. Фод in. На вход in. Мы подключаем нашу переменную. Видите, здесь у нас всегда по умолчанию открывается глобальная переменная. Они доступны в системе call. Вот нам нужен локальный список. Мы input выбираем. Потом, смотрите, как мы можем поступить еще. Правой кнопкой. Insert. Variable. Input variables. Delay time. Ну, это очень долго. Я просто Ctrl-1 больше люблю. Дальше, значит, Ctrl-1 у нас там была еще в локальном списке out. Смотрите, здесь какая есть особенность. Сейчас я покручу корректирую просто выходом. Смотрите, да, вот насчет выхода оставлено брошенного, так сказать, одиночества. Смотрите, требования по сравнению с OneTool. Здесь немножко изменились. То есть входы здесь всегда должны быть приключены. То есть аргументы все должны быть заданы. Выходы функциональных блоков можно использовать не все. Вот, кстати, я не пробую. Ну, я, честно, ума не приложу. Зачем мне нужен функциональный блок, у которого я не использую ни одного выхода, да? Ну, вот. Я поэтому не пробовал. Не знаю, что будет. Но выходы функциональных блоков можно использовать не все. Вот, смотрите. В данном случае я оставил неиспользуемый. Смотрите, это, собственно, счетчик, да? Здесь на выходе, как только у нас на входе зима появляются логические единицы, у нас начинается отсечка, ну, отсчет времени. Здесь, собственно, этот отсчет видим. Здесь идет инструмент до тех пор, пока у нас не появится здесь логические единицы. Как только мы уберем логические единицы входа in, очистится счетчик, здесь появился ноль. На выходе появится логические единицы. Если вы хотите смотреть на это все эти единицы, вы можете показать себе эти переменные, какие проблемы. Ну, иногда укаривался делать какие-то модные функции. Они говорят, сколько времени, допустим, у вас идет задержка включения компрессора, ну, именно по соображениям безопасно его работы. И они показывают, сколько осталось до включения. Так, чтобы человек, который налаживает, сильно не напрягался тем, что вроде как он создал все условия для того, чтобы компрессор включился тут, а он не включается. Он показывает ощущение, чтобы он не нервничал. Ну, здесь будет 1, 2, 3, 4, 5 и дальше. Ну, естественно, можно вычесть и будет 5, 4, 3, 2, 1. А, шедуле, разносление. Есть такой же блок, как был в Антул, который говорил, в какой мы сейчас зоне времени находимся в течение дня, да? Внутри диапазона или снаружи диапазона. Такой готовый блок здесь есть. В принципе, его несложно самому реализовать. Но вот такого, знаете, вот там вот в Антул был очень такой модуль навороченное расписание, которое там было годовое расписание. Там можно было на неделю расписание составить, на год праздники назначить, отпуска там и так далее. Там такой вот макрос, так макрос был написан такой. Здесь такого пока не написано. Вот, в принципе, можно самому написать мотивом. Вообще, как бы, расписание вещь такая отдельная, настоящая. Здесь это написать еще легче, чем, скажем, в Антулгу написать. Потому что здесь у нас есть ST со своими намагательными возможностями. Здесь можно, чтобы облаченеть, чтобы написать чуть-чуть. Так, окей. В общем, собственно, нам этого достаточно. Мы можем сохранить и теперь его закрыть. Ну, теперь давайте реализуем. Раз уж мы его создали, давайте реализуем. Ну, первое, как добавить наш функциональный блок сюда на строке? Ну, во-первых, традиционным образом. А во-вторых, вообще беззастенчиво. Вот так можно добавить. Просто перетащить функциональный блок сюда. В данном случае, drag and drop вполне так себе уместен. Никаких дополнительных панелей разворачивать не надо. Все-таки черт, дернули. Все хорошо. Ну, вот. Ну, дальше уже реализуем саму, собственно, логику. Ну, вот что, то, чего мы хотели, собственно, добиться. Ну, давайте я не буду заморачиваться. Давайте создам переменную. Ctrl-1. Собственно, я так его назову, типа. Delete. Так. А, кстати, забыл сказать очень важную вещь. Давайте initial value дам. Диск. Для разнообразия. А, sorry, забыл. Видите, а, кстати, насчет ошибок. Вот я сделал ошибку. Видите, у меня явное несоответствие типа данных. Сразу красная линия и сразу высылательный знак в год. Приводим в соответствие. А, и все. Все слабо. А, теперь. Очень важно, я забыл сказать. Здесь, вообще-то, существует такая вещь, которая, непонятно, зачем здесь существует, но она здесь есть. Чувствительность к регистру. То есть перемена делай тайм написана большим буквами. Перемена делай тайм написана маленьким буквами. Это разные перемены. Но, я настоятельно не рекомендую делать разные перемены путем, так сказать, написания одного и того же имени, но в разном регистру. Ну, собственно, вот. Теперь, наверное, всем из нас хочется посмотреть, как это все работает. Здесь есть статический симулятор. Здесь и с симуляторами обстоит дело так. Здесь есть отдельный статический симулятор. Я поплотнее сделаю, чтобы просто порядочек было с этим работать. И здесь есть другой отладчик, который может быть использован непосредственно, подключившись к контроллеру. Мы можем увидеть всю эту стратегию. В том виде, как она работает в контроллере непосредственно. Обычно, отличий нет. Ну, вот. Ну, кто его знает. Еще одна особенность. Ну, чуть-чуть забегая вперед. Как было раньше приятно в Ванту отлаживать интерфейс вместе со стратегией в одном симуляторе. Так вот здесь такой возможности нет. Это два симулятора статических. Так как это, в принципе, две разные среди разработки. У них каждый свой статический симулятор. И они живут каждой своей жизнью и никак не могут между собой общаться. Поэтому отладить стратегию в клубе с интерфейсом у нас, кстати, не получится. Для этого надо загрузить в реальном контроле и в результате отладить. Вот. Ну, давайте здесь, значит, запустим. Как запустить? Смотрите, здесь нас интересно, чтобы здесь конфигурация симулятора была выбрана Simulation. Потому что, если у нас будет выбрана отлайн, она сейчас выбросит ошибку. Ну, и после этого мы можем, в принципе, правильно было бы сначала нажать, выстроить этот build. Вот, а потом нажать play. Ну, в принципе, система позволяет нажать сразу play. Она спросит. Она увидит, что еще ни разу не компилировалось. Ну, точнее, что ни компилировалось последние изменения. Она спросит, будем? Потому что, конечно, будем. Вот. Она сейчас здесь выполняет. Ну, как только я увидел здесь, собственно, здесь... Ну, здесь уже все отчет прошел, поразевал. Ну, в общем, как я увидел цветастые метки, то, значит, вот такие вот набули вот переменные, логические нули синие, а из логических единиц и красные, то, значит, все. Это уже, значит, заработало. Если это не появилось, значит, здесь надо искать, что здесь у нас есть где-то какие-то ошибки. Итак. Ну, как воздействовать, допустим, на переменную SetPoint? Просто можно два раза кликнуть, сказать, что теперь она будет 2, написать write, она стала 2. Аналогично с Atem, он стал. 2, write 2. На band 2, 2. Так, смотрите-ка. Так я просто в прямую воздействовал здесь на метки. Другой способ. Я могу просто открыть, через совершенство табличку Global Variables, да? И здесь, в принципе, сейчас она прочитает, наблюдать все эти значения. Это не очень удобно, потому что, видите, она загораживает собой практически всю стратегию. Да, еще один способ, который мне видится наиболее приемлемым. Значит, берем дебак, значит, и создаем себе спайлист. Значит, говорим, что... Можем не говорить, но давайте, наверное, вот тест 1, покажем, что он может быть переименовывал. Ну вот. Теперь мы можем, например, кликнуть под переменой с Atem, и вы представляете, что добавить спайлист. А добавляет его в активный, выделенный в данном моменте, дебак, меню дебак. Это, кстати, создать можно и при работающем симуляторе, и при остановленном, в любой моменте. Эти спайлистов может быть великое множество, и мы можем открывать и закрывать те, которые нам нужны в данный момент. Но они могут быть заполнены разными списками переменок. Смотрите, кликаем просто в данном случае правой кнопкой и говорим добавить спайлист. Кликаем, добавить спайлист. Во-первых, смотрите, спайлист можно создать по-другому. Можно было его не создавать через меню дебак, спайлист, кризис. А можно было сразу добавить, она создала бы автоматически. Но это не очень удобный путь, в том случае, если у вас их много. Уже созданно. Потому что она будет всегда кидать, грубо говоря, то ли в последнем, то ли в активном. Просто когда 8-метр не работает, через таблицу переменок, там можно разложить по-разному спайлистам. Если они есть. Add, спайлист. И так же, допустим, делай тайм. Хоть все. Add, add, спайлист. И в принципе, мне эта картинка со стратегией по-большому счету больше вообще-то не нужна. Смотреть на нее. Я понимаю, что она мне пишет там значения, все красиво, все замечательно. По-большому счету, я могу работать с этой таблицей и, в общем, больше ни о чем не думаю. Вот сейчас я, смотрите, у меня PBM2, SETPOIN2. Сделаю 3. У меня здесь, по идее, должно быть 50%. Как я ожидаю. Ну, вот они все. Видите, включился первый компресс. Сделаю обратно, скажем, там 0. Inter, все, выключилось. Давайте делаем. Температура прыгнула лавинообразно до 5. Вот. Опа. А знаете почему? Потому что делаю 0, видите, я забыл поставить. ОКС. Выключаем. Значит, ставим delay там. Дальше, значит, говорю, что теперь она все-таки 5. Значит, первый компрессор, задержка. Да, сам спористу нужно никуда не денешь. Все, можем останавливать. Так. Я, кстати, вот, что-то, как-то, думаю, не появился. Такой приобретенный баг. Я забыл. Я, видимо, тогда что-то забыл, какую-то кнопку нажать. 10 секунд. ОК. Initial Value это. Initial Value, да. Вот. А теперь я, думаю, запущу. И у меня сразу-то, дилей появится в спаре с тем уже со своей initial value. О, может, не запущу. Я даже думал, что я с какой-то программой напортачил, но оказалось, что это я напортачил. Ну, по-моему, я выпущу. Ну, допустим, у нас эта переменная оказалась. Ну, замечательно. Давайте я сделаю ошибку, чтобы все видели. Ну, допустим, это будет переменная, типа, там, допустим, Рейн. ОК? Ну, вот. Это ошибка. Нет, допустим, я не заметил. Билд выстраиваем тогда. Ну, в принципе, если я найду play, то там будет то же самое. Сейчас система найдет ошибку. Вот она нашла. Я просто кликаю по этой ошибке. Вот мне выделяют. Значит, здесь не пишет, что это expecting in time. Она ожидала, что будет переменная типа in. Да. Ну, здесь она... Это относительно простой случай. Ну, в общем, ошибки появляются здесь списком. Здесь бывают ворнинги, которые, на которые, в общем, можно игнорировать. Бывают ошибки, которые здесь обычно списывают. Большинство ошибок в стратегии на FBD, как правило, связаны вот с этим. Перемены не того типа. Да. Вот в ст там могут быть другие. Там, как правило, синтоксические ошибки. Ха, куда мне делся нишу? А, потому что она была RIL. Тут все верно. Аж была RIL. Так. А, там строка. Ну, видите, да, здесь есть координаты. Здесь внизу. Мы возим в курсору, указатели мыши эти по листу. Здесь внизу меня есть координаты. В принципе, вот это вот. Сообщение. Оно еще содержит, как видите, вот самые координаты. Да, на этой странице. Ну, это вещь удобно, условно, необходимая, во причине того, что тогда мы просто кликаем. Вот ошибки нам сразу выделяют то место. Поэтому здесь... Я вам забыл сказать одну важную деталь. Когда вы оставляете, значит, стратегию, то есть, execution order в manual definition, а вы ее знаете, почему вам не... вы оставили, но вам не показывают. Потому что здесь есть второй вариант. Если я выберу show execution order, они снимут сюда галку, они пропадут, но manual definition останется. Поэтому она у вас спряталась. Когда я использую эту опцию, да, manual definition, то я... Вот там у вас написано, что надо сделать, на самом деле. Значит, у каждого объекта программ есть свои свойства. И в этих свойствах есть два свойства. Значит, как первый из которых называется generateDebugInfo по умолчанию false и второе свойство generateMonitoringSymbols по умолчанию true. Собственно, ваша ошибка говорит о том, что если вы используете ручное назначение этих вот очередностей исполнения, то оба этих свойства должны быть true. Да, об этом прямо написано в ошибке. Там единственное, не написано, где это искать. Вот. Поэтому это, на самом деле, в объекте программ, в свойствах объекта программ, надо в том объекте, где вы использовали. Потому что вы можете же не во всех использовать manual definition. Поэтому надо взять тот объект, в котором вы это использовали, и там, значит, расставить оба этих флага true. И тогда эта ошибка исчезнет. Simulation – это статический симулятор. Online – это онлайн. Это отладчик такой, который напрямую через железку. Но так как у нас железка не посинена, и это соединение настроено, кроме ошибки мы ничего не увидим. Online будет, безусловно. У нас есть железка, мы все подключим. Так, ну все, давайте теперь то же самое на ST. Не из-за того, что вы не умеете писать флот на ST, а из-за того, что тут есть просто немножко другой подход к добавлению блоков и функций. Значит, давайте создадим новую программу. Только теперь уже выберем в качестве языка ST. Здесь все сразу понятно. Открывается текстовый редактор. Ну, первое. Комментирование. Что с главным? Комментирование. В принципе, в ST поддерживается комментирование такого вида. И должно поддерживаться комментирование однострочного вот такого вида. Два слэса. Но, а вот в этой версии ST поддерживается только такое комментирование. Вот такое, по крайней мере, пока не поддерживается. Поэтому здесь придется мучиться вот с таким моменталем. Ну, первое, что я сделаю, у меня там не хватает переменной. Я хочу, в принципе, сделать, смотрите, хочу сделать ровно то же самое. В качестве исходных параметров оставлю эти же самые переменные. В качестве, так сказать, этого параметра оставлю эту же самую переменную. Эту переменную создам, естественно, другую, потому что есть промежуточное вычисление. И создаем еще пару переменных для компрессоров, чтобы там не фоксировали. Естественно, могу просто в global variables, например, создать переменную, допустим, регбин-out 2, добавлю, назначить тип данных рил. И так же, как делал там, через клик, decoloration, первый и второй, комп 2, нужное подчеркивание, будет комп 2.1, комп 2.2. Тип далее. Далее гуляем. Все окей. Вот идет. Все, заготовил. Так, чтобы не отвлекаться больше на это. В принципе, мог там объявить переменные немножко по-другому. Так же, как я объявлял здесь, через insert variable. Ну, уже сделал здесь. Соответственно, значит, тут, конечно, подход может быть, сами понимаете, другой. Понятно, что весь этот код, который здесь написан на FBD, можно вообще в одну троку написать. Но будет, конечно, наверное, проблематично разбираться потом. И он когда-то потребует что-то внести из меню. Поэтому предлагаю разбить, значит, сначала вычислим вот эту переменную, регаут, и потом будем уже использовать функциональные блоки. И будем запускать компрессора. Значит, идем сюда. Говорим там рядом. Как только, смотрите, как только я начинаю что-то набирать, у меня сразу всплывает подсказка. Соответственно, теперь я могу до конца не набирать, а просто выбрать из списка. Дальше, присвоение. Следующее, значит, я должен выбрать функцию. Если я могу начать писать просто. Если знаю, я выбираю. Смотрите, RENGO. Принтер. Присваиваем. Дальше, значит, ну, в принципе, можно поступить следующим образом. Кликнуть, вот взять мышь в руки, да, что больше не может быть, немножко противоречит диалог для текстовых редакторов. Кликнуть правой кнопкой. Блок, ау, селектор, да. И выбрать здесь CONNUBE, да. CONNUBE RILL. Окей. Вот она здесь появилась, да. Ну, второй вариант. Могу, в принципе, начать здесь печатать просто, да. Да, да. Могу начать печатать, да, и просто выбрать. Но это надо хотя бы помнить. Естественно, здесь придется уже помнить, как, как, какие имена, ну, имена функциональных блоков функций. Вот, значит. Параметризация здесь. Традиционно мы после имени функции открываем скобку. И здесь появилась подсказка. Какие параметры мы должны задать в эти скобы. То есть входные параметры. Здесь даются только входные. То есть читать выход через запятую здесь не получится. Поэтому здесь даются только входные параметры. IN. Это, как помните, наша са-темп, запятая. Дальше, следующий. Рил тип данных. IN 0. Это была наша уставка. SET POINT. INTER. Запятая. И дальше там, помните, у нас была сумма уставки и PBR. Значит, здесь мы это выражение прямо в качестве параметра используем. Значит, выражение, значит, мы заключаем скобки, открываем скобку. И говорим, значит, что у нас будет, значит, SET POINT. Значит, плюс PBR. Закрывая скобку выражения. И теперь закрывая скобку параметров. Все. Это мы сымитировали вот этот вот кусок. Не сымитировали, а написали на SET POINT. Все. Можем нажать INTER. Готово. Так. Мы можем ввести следующий комментарий. Значит. Там, допустим, компрессор 1. INTER. С функциональным блоком мы снимем немножко по-другому. Смотрите, сейчас мы должны с вами выполнить функциональный блок. То есть здесь мы уже не сможем считать сразу выход функционального блока с помощью одной строки. Ну, хотя бы по той причине, что, ну, во-первых, это как правило, а во-вторых, то, что функциональный блок еще чем отличается от функции. У функции всегда один выход. А у функционального блока выходов может быть не стоит. Поэтому вот таким образом мы не сможем однозначно считать, да, который у него будет. Поэтому мы сначала исполняем функциональный блок, а потом уже читаем данные своего выхода. Как добавить сюда функциональный блок? Ну, можно правой кнопкой, да, insert, и, в смысле, блок selector. Можем то же самое заменить в Ctrl-R, выполнить та же самая таблица. Ну, давайте сделаем такой вариант, history real. В этом случае, видите, у меня сразу присвоил синдекс экземпляра. Сразу здесь не имя блока просто, а экземпляр блока. Параметризация происходит аналогичным образом. Через точку здесь параметризировать нельзя. Это было, конечно, очень приятно, особенно, когда у блока много входов. Но в данном случае здесь синдекс из такой, что и функции, и функциональные блоки параметризируются только с помощью скобок и перечисления входных параметров. А вот 2 – это первый параметр входной. Дальше смотрим set. Здесь мы можем задать константу, как и там. У нас было в первом случае 50.0. Запятая. Дальше. Diff left – это дифференциал отключения. 49.9. Diff right – у меня там был дифференциал для включения. Мы просто знаем заведомо, как работает этот блок, и поэтому мы расставляем эти параметры в соответствии с тем, что мы знаем. В данном случае вот она уставка наша. Вот он дифференциал отключения. Сейчас будет дифференциал отключения. Мы хотим, чтобы мы ровно напротив уставки включались. Поэтому дифференциал 0, да, запятая, да, чтобы был real. Дальше, значит, и reverse параметр, булева переменная, значит, у нас там был false. False. Все. И закрываем скобку. Вот этот блок мы выполнили. А теперь мы должны включить компрессор, считав значение выхода. Ок. Начинаем печатать. Kister. Обратите внимание, подсказка дает и новый блок, и экземпляр. Нам нужен, в данном случае, конечно, экземпляр. Добавим Enter. Теперь мы ставим точку. И выбираем переменную out. Выходной сигнал. А, sorry, sorry, sorry. Я здесь забыл. Конечно, забыл. Надо присвоить. Здесь уже в комп. Помп 2, 1. Присвоить. Вот это вот. Да. Просто, sorry, я прозевал. Значит, значение, считанное с выхода нашего функционального блока. В общем, видите, ничего страшного. Здесь просто есть особенность добавления сюда функции функционального блока. В отличие от того. От этого в виде. Можем прокомментировать. Компрессор 2. У нас тут будет небольшое отличие. Потому что у нас там еще был блок задержки. Значит, первое. Ну, соответственно, в первую очередь мы выбираем HISTOR. Отбрил и еще один экземпляр. В смысле, второй вариант. Начинаю печатать. HISTOR. Отбрил. Выбираю, видите, в данном случае выбираю новый блок. Не экземпляр, тот предыдущий, который уже создан. Мне надо создать экземпляр еще один. Как это можно сделать вот таким вот образом. Выбираем уже блок. HISTOR. Пока видите. Да, да, да. И видите, нет пока экземпляра. Как только я открываю скобку, у меня возникает предложение. Создать новый экземпляр или использовать старый блок. Мы создаем новый экземпляр. Inter. У нас уже открывается знакомая нам вот эта таблица. Здесь уже блок выбран, видите. И предлагают имя второго экземпляра. Ну, у нас нет повода не согласиться с предложением. Мы говорим окей. Все. Вот теперь, когда мы открываем скобку, мы задаем параметр. Соответственно, опять regout 2. запятая, теперь уже уставка 100, запятая. Истерезис 50, запятая. С другой стороны у нас 0, запятая. И реверс уже. Теперь вспоминаем, что у нас там еще один функциональный блок. Это наш с вами изобретенный блок задержки. Соответственно, начинаем печатать. Delay on выбираем из списка. Открываем скобку. Предлагаю создать экземпляр. Создаем. Соглашаемся. Вот создался экземпляр. Теперь параметризируем. В качестве входного у нас компрессор 1. В смысле, первый компрессор, то есть комп 2.1. В качестве второго параметра int, интежер перемены, delay time. Там у нас была перемена, delay time. Я просто создал еще один комплект из переменок с тем, чтобы они не конфликтовали у меня компрессора в той стратегии и в этой. Я просто заведомо создал. Они просто будут конфликтовать. То есть будут, смотрите, у нас будут все время записываться в эту перемену те, которые позже. В принципе, вы здесь нет. Вы здесь можете объявить перемены, здесь никакой проблемы. Здесь можно поступить каким образом. Допустим, у меня не созданы перемены. Я нажимаю control, сейчас я посмотрю. Я могу просто в правую пилку кнопку, variable selector, control-i. Control-i. У меня открывается форма. Я объявляю здесь новую переменную. Окей, и она появляется здесь. Но так как у меня уже создано... Смотрите, у вас она, по идее, уже должна быть. Потому что, смотрите, я уже вычислил ее. Я уже ей присвоил значение. Ну и теперь, собственно, все. Компрессор 2.2. Присваиваем результат работы наших этих двух блоков. Значит, у нас там логика и... Значит, мы берем выход этого блока. Hister. Второй. Точка. Out. Пробел. Дальше End большими буквами. Пробел. И уже Delay. Он 1. Точка. Out. Вот, собственно, и все. Полностью эквивалентный код. Собственно, это вот этот вот часть. Вот результат. Hister 2. И результат Delay. Вот они через логику I. Получается компрессор 1.2. Собственно, здесь. Это то же самое и сделано. Мы сначала выполнили блок. Здесь мы выполнили второй блок. А теперь результаты их вычислений мы через логику I. Использовали для управления переменой комп 2.2. Ну, в общем, и так дальше. Поддерживайте все. Цифры, кейсы. В общем, все стандартные. Весь стандартный функционал. Стоит здесь подвержен, естественно. Вот. Поэтому здесь дальше делайте, что хотите. Как хотите. Зависит практически от фантазии. Ну, теперь, на самом деле, мы можем запустить симулятор. Симулятор применяется по всей стратегии. Ну, вот. Ну, здесь, смотрите, нам бы надо было в наш файлик добавить еще в спайлист. Соберем, кликаем Add to спайлист. Второй экземпляр, значит, да. Дальше смотрим, что там у нас еще. А, и у нас там только компроссора, да? Комп 2.1 добавляем. Комп 2.2 добавляем. Она вот добавляет в спайлист по умолчанию. Так. Ну, все. Можем, в принципе, выбрать конфигурацию симулятор. И нас спросят. Мы ответим, да. Давайте сделаем еще раз лучше. Давайте сделаем еще раз. Смотрите. Я потом сотру. В чем была идея? Я могу несколькими способами добавить эти блоки сюда. Могу брать сом-контрол-р, да, выбрать блок из списка, и мне сразу предложить экземпляр снизу. Второй вариант. Я начинаю писать, печатать, дилей там, он. Выбираю эти где сначала. У меня уже экземпляр занят первый, да? Выбираю просто имя. Дальше, когда я открываю скобку, видите, у меня предлагает создать экземпляр. И вот здесь я, да, вот здесь я уже просто обязан принять. Либо добавить сюда какой-то другой индекс, либо принять предложение. Иначе у меня не создастся именно вот этот инстанс, экземпляр. И тогда у меня это будет просто какая-то практически переменная, да, причем еще и не объявляет. Сейчас он будет делать ровно то же самое, что тот, который в два раза. То есть у нас здесь, в принципе, параметры эти будут общие. У нас будет менять столько, а вот два, может быть. Но она, по идее, судя по тому, что мы будем параллельно менять совершенно одни и те же входные параметры, все традиционным образом. Значит, допустим, мы с FPM вставляем, FPM, допустим, 2, а температура, например, стала 2. Вот у нас, видите, столько, включились первые компрессоры, сейчас через здесь и вторые. То есть параллельно работает вполне законно, потому что код-то, в принципе, идентичный. Ну, вот, собственно. Значит, свой блок мы создали. Все, прикольно. С LD там, в общем-то, все просто. Если вы хотите то же самое реализовать на LD, там никакой проблемы это из себя не представляет. Только просто там будет, вот эта картинка вся очень громоздкая будет. Есть еще какая-то фича есть. Вы можете, например, поступить следующим образом. Можете, допустим, выделить часть. Кликнуть правой кнопкой, выделить любой из выделенных меня, искать Surround, выберите режим. Вот. Теперь у вас она выделена, глядя, такую область, которая является внедрением. Во-первых, это позволяет структурировать несколько, да, нашу стратегию визуально. Здесь мы можем комментарии, единственное, что здесь я рекомендую, эти комментарии англоязычные оставлять. Это единственное место, где ломается наша кириллица. Причем она ломается, когда у нас устанавливается свежая версия. Только здесь она лучше англоязычная, потому что русский язык, с ним возникает такая проблема. Когда устанавливается новая версия, мы начинаем копилировать новые проекты, и она говорит, что у нас сейчас какая-то новая версия, то ли репозитория, то ли база данных. Мы должны, значит, конвертировать, идут с ними, будем, и после этого у нас здесь вместо кириллица появляются такие вопросы, потому что там нет этих шрифтов. Поэтому, если здесь мы собираемся вставлять какие-то комменты, то лучше делать их англоязычными. То есть во всех остальных местах комментарии нормально, корректно сохраняются, с ним все хорошо, вот здесь почему-то они никуда-то берут. Теряются. Смотрите, если ее ухватить вот просто за шапку, она отдельно, а если вот за штрихованную область, то она будет делиться. Теперь, не единственный способ так сделать, можно просто insert, region, да, произвольно перетащить и уже настроить там под конкретную, как говорится, задачу. Просто если мы 10 выделим, то видите, у нас внутри тоже все выделилось. Если сейчас мы вернем delete, то в общем, будет проблема. Значит, это такая фишечка. Теперь, 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 тревоги. Давайте сделаем тревоги. Тут есть встроенный, так сказать, механизм обработки тревог. Он вот такой, как есть, отдается в хорошие руки безвозмездно, то есть даром. Если у нас чем-то не устраивает, либо количественная сторона, либо качественная. Ну, у нас в руках есть, в общем, все инструменты, чтобы подобное решение реализовать самостоятельно в том виде, в котором оно у нас устроит. В данном случае у нас есть просто, то есть, бабка. А, ладно. Значит, давайте откроем. А, что такое структура, все знают. Ну, давайте тогда. Значит, про структуру. Здесь у нас есть такая штука, как Data Types. Давайте откроем. Здесь мы можем, кстати, я бы не должен вот так так показать. Значит, первое. Здесь мы можем создавать свои типы данных. То есть, в данном случае, здесь, на вкладке Arrays, мы можем создавать свои типы массивов. Ну, это, в общем, практически ничем не отличается, как есть объявленный массив объявленный через таблицу переменов нормально. Но, в чем здесь фишка? Ну, здесь, допустим, создаем тип данных массив. Допустим, Arr, там... Arr, Arr, Arr. Arr, не важно. Дальше говорим, что внутри массива будут данные типа динт, и размер массива будет у нас от нуля, к примеру, да, там, 9. Все. Вот. Но это не значит, что мы уже где-то здесь объявили массив. Мы, на самом деле, создали новый тип данных массив, но с данными вот такими параметрами. Внутри динт количество элементов 10 от нуля до 9. Замечательно. Дальше мы идем, например, в глобальные... Да, в переменные. Создаем переменную, например, Arr, там, 1, у нас. Добавляем. Среди типов данных мы выбираем наш Arr. Добавили. И видите, у нас все замечательно. Уже тип данных, тот, который у нас задан для типа Arr, количество элементов массива, вот столько, чем это приятнее использовать бывает, чем просто напрямую здесь объявленный массив с заявленным размером. Ну, понятно. Если у нас массив единожды используется в программе, то, наверное, нет смысла заморачиваться, создавая специальный тип данных. Ну, потому что, ну, мы в любой момент, даже если у нас что-то изменилось, подход, и нам там в нем мало или много ячеек, то мы всегда можем применять количество здесь оперативных, прямо через кабликс. Другое дело, когда мы работаем с какой-то группой массивов с одинаковыми параметрами. И массивов, особенно в конфигурируемых приложениях, в программе может быть довольно много, могут быть десятки. Ну, представьте себе, что мы, допустим, создали 10 массивов и назначили всем, допустим, количество элементов, допустим, 5 штук, от 0 до 4. Поработали, поработали, и потом, например, возникла необходимость добавить этот массив по элементам каждой. Мы должны взять все 10 и, значит, в каждом из 10 массивов изменить его размер. Если же мы для него используем вот такой тип данных заготовки, пользовательский, да, мы просто идем в Data Types и говорим, что теперь в этом массиве будет у нас не от 0 до 9, а от 0 до 15. Ну, вот, и, в общем, все, и все массивы, которым был применен тип данных, то есть R, сразу изменились свой размер. Значит, первое отличие. Второе, структура. Структура, это такой тоже пользовательский тип данных, который называется комплексный тип данных, и отдаленно напоминающий массив. Отдаленно напоминающий. То есть идея в том, что это некая переменная, внутри которой, еще, внутри которой находятся несколько других переменок. Если в массиве эти перемены всегда однотипные, то есть, если мы решили, что массив будет динт, значит, там все переменные типы динт. То здесь мы можем, мы вольны набирать структуру из переменных каких угодно типов. Там внутри структуры могут быть массивы, другие структуры и так далее. И, ну, к примеру, говорим, что у нас будет структура, там, стр, значит, интер, значит, вот она, тип данных будет. Дальше мы разворачиваем. Говорим, что в ней будет переменная, там, V1, тип булева. Замечательно. Переменная, там, VV2, тип, там, VV2, тип, наш, VV2, тип, сейчас, выделю. Вот он, да, все нормально. Все, видите, наверное, внутри структуры появился еще массив, и так далее. Я набиваю структуру, и потом использую ее в проекте, как угодно. обращаться к такой структуре я могу в общем из проекта достаточно просто давайте для примера создам переменную такую например варебал ночной зову и там не у вас она была оставить варка беру что она будет типа вот почему-то она неплохо это получается все вот у меня перемена типа все замечательно ну допустим я хочу ее в проекте я просто не буду там реально посмотрите я значит беру и говорю что я хочу здесь переменную говорю что она будет вот моя new вар и та часть ее которая вот она видите вид такой new вар . вв2 конечно в общем работают с ней традиционно как в переменную никакой проблемы нет в чем сейчас справчат текст структура она бывает немножко структурировать смотрите в чем в чем бывает проблем чем бывает заголовка один из таких частных случаев что используются смотрите допустим вы делаете сложный сложный функциональный блок который допустим десяток параметров если не относится к регулируемой какой-то там величины там есть сложный регулятор который 10 параметров в принципе всех 10 параметров очень удобно запрепить в одной этой группе это раз ну в общем это сборный момент удобства да так было спорный момент но с другой стороны смотрите я точно не помню это ограничение оно где-то наверное документировано но функциональный блок довольно большой вот количество параметров которые мы видим входы выхода есть она вообще-то чем-то ограничить и ограничение это там что-то в районе 20 там то ли 16 то ли еще там довольно такое да мало того что здесь понимаете у вас на экране появляется такая кишка с которой не очень удобно пользоваться другое дело что у вас есть и ограничение именно самой среды разработки там количество ходов может превышать то ли 32 там то ли 24 какое-то ограничение есть оно какое-то полносе займы а параметров хочется добавить много способ лучший способ обойти это ограничение это просто использовать эти массивы реструктуру в качестве входа или выхода почему у тебя будет смотреть на выходе будет просто да один порк он у тебя будет называться иванов структура такая замечательно снаружи у тебя будет переменная сидоров но тип данный будет структура такая дальше ты пользуешься этими переменными до тип структуры ну тип данных у них должен быть естественно одинаково он понимаешь его нельзя на тебя просто не даст создать две одноименных вот эти два одноименных типа данных с разным набором да да вот это и есть тип данных все все он будет всегда создаешь хоть хоть там 27 экспериментов если у них вот тип данных будет вот такой вот ар ну да получается такой косвенно но как бы здесь ссрм тут очень понятно тут косвенная адресация сейчас ты указываешь только стартовый адрес и потом отсчитываешь от этого адреса сколько-то адресов здесь в общем такая немножко такая она похожая на косвенную с этим не очень удобно работать с массивом есть такой прикол ты при обращении с массивом тебе очень легко работа циклы и так далее анализы этого массива все хорошо структуры так не прокачки да но зато она позволяет упаковать как бы большое количество каких-то параметров просто в одну переменную на экране будет просто нет понимаешь может быть они у тебя стратегии больше вообще нигде использовать нет появилась не сразу поставил галку юзер интерфейс тело и тело туда и там ты уже показываешь как параметры полить и сразу эти элементы структуры и все и все очень понятно у тебя есть четкая да да и плюс еще можно обойти вот это количество ограничения связано с построением самих функциональных блоков это придумано уникально это нельзя использовать на самом деле мне тоже не очень нравится я я его использую только тогда когда вот сильно упираясь в какие-нибудь странные ограничения или камня начинается совсем такой кавардак в рабочем пространстве что много переменных макрос из которого там выходит там 50 входов там уже этим неудобно становится пользоваться или используется единственный выход к сложившейся ситуации потому что я когда не знал что узнанарий блок имеется как за такое ограничение как количество кодов параметры сейчас кто-то есть про структуру даже не вспомним я просто раз разломала на два отдельных функциональных блоков потратив на это в общем достаточно много большое количество времени чтобы корректно разделить все внутри есть функционала рассказать по разным переменам и тогда и чтобы два отдельных функциональных блоков зафункционировали как один а А структура, используя структуры, если бы я был несколько годов разогрев, она бы однозначно быстро очень решила эту мою проблему. И последняя такая ерунда. Define networks, по большому счету, именованные константы. Именованные константы здесь уже предсознанные какие-то, но они используются для той или иной цели. Именно да, бывает удобно им пользоваться. Допустим, в тех же случаях, когда у вас много константов с одним и тем же значением, но предполагается возможность быстрого оперативного изменения. Тогда имеет смысл здесь сделать именованный констант, тут называется define network, и использовать. Система всяких функций есть. Или atmospheric pressure, что это тоже довольно выгодное использование. Или там еще чего-нибудь. Кроме того, видите, там есть системные блоки, которые работают с определенными параметрами, данными константами. Но в описании этих блок один и тот же, используется функциональный блок всегда. А к нему подставляют разные вот эти вот заготовленные параметры, и он генерирует на выходе разную информацию. Просто и все. Поэтому, а в описании, в этом функциональном блоке, вам уже оперируют не константы, параметр равен 1. Параметр 1 равен 1. А вам ссылается вот на этот параметр, который более или менее удобно читаем. В общем, разные могут быть применения. Это абсолютно действительно необязательно для использования, но, тем не менее, оно тут есть. Вот эти серенькие, их нельзя изменить, это уже все. Это либо в библиотеках они уже используются, либо вообще это системные какие-то константы. Все, что беленькие там, точнее, светленькие, это уже константы заявленных в проекте, нигде не привязанных к библиотечным блокам. Просто они есть, вот и все. Так. Вот такая вот штука. Вот такие штуки можем делать. Так. Так вот, почему я тут заделал этот разговор про структуры. Смотрите, как здесь работают стрелоги. Давайте откроем папочку Alanus. Точнее папочку, просто включим. Это, в том числе, еще одна такая база, база данных, небольшая. Это, в общем, чем вообще характерен вот этот вот элемент разработки. Тем, что он немножко ломает концепцию. Изначально идеология какая? Си Стратыч живет своей жизнью, независимой ни от кого. Си Маска живет своей жизнью, независимой ни от кого. Си Дизайн своей жизнью. Все они только через репозиторию, там, у них в саду, как-то общаются. Но сами по себе они независимы в среду разработки. Так вот. Алармс. Это то, что немножко нарушает этот порядок. Потому что записывается эта база данных на стороне Си Стратеги, а читается на стороне Си Маска. И ничего с этим не сделать нельзя, и живут они вместе, дружно, не отрывно. В принципе, проявляется только в том, что в симуляторе вы не видите корректной работы ни того, ни другого в статическом симуляторе. В статическом симуляторе Си Стратыча вы не видите, как у вас пишется тревога. А в статическом симуляторе Си Маска вы тоже не можете ее записать. Вы просто не можете ее записать. Вы можете только читать. Тревога, которая еще не записана. Ну, в общем, получается вот так. То есть, в результате на выгоде мы имеем полнейшую невозможность практически. Ну, или надо что-то хитро придумывать, да, чтобы как-то симулировать этот процесс. Ну, на самом деле, тут особо нечего симулировать, потому что он устроен предельно просто. Если вы в Ванкул пользовались, Аларм Маска, то там это вот один в один работает. Это, вот это вот, когда мы объявляем тревогу, ну, например, давайте я возьму АУ, допустим, Хайтем. Добавил. Я добавил, на самом деле, понятно, что в какую-то там базу данных я добавил эту тревогу, но, кроме того, я добавил в список кревелинок, я добавил структуру. Структуру типа АЛМ, в ней две переменные. Одна переменная ТРИГО, другая ЭКТИВ. ТРИГО – это тревожная переменная, просто, как она называется, ТРИГО и называлась, по-моему, в Маске Эдитере. А та часть, которая называлась МЭМОРИ – это часть структуры ЭКТИВ. То есть здесь, смотрите, у нас есть РС-ТРИГО, который живет, кстати, на стороне Си Маска. Ну вот. Значит, здесь я вам получил, что у меня переменная типа структура, да, структура АЛМ, вот она, видите, АЛМ. В ней, собственно, две части. ТРИГО и ЭКТИВ. ТРИГО устанавливает РС-ТРИГО. ЭКТИВ – это выход РС-ТРИГО. Сброс РС-ТРИГО находится на стороне Си Маска. В принципе, смотрите, здесь написано какой-то макрос, он есть в медиатеке, которая обходит этот трабл, и можно, в принципе, команду из БМС, ну, из какой-то скады, судно сюда импульс сброса, и он сбросит. Тут, потому что переменная, которая сбрасывает, она, на самом деле, тут не булевая. То есть мы-то, привыкли, булевая переменная сбрасывает, да, а она там, я, честно говоря, даже не веникал в этой механике, я просто его использую как есть. Суть та же самая, что в Маске, мы можем использовать. Мы менять здесь ничего и не надо нам, на самом деле. Мы эти переменные уже просто тупо используем в своей стране. Ну, к примеру, смотрите, у меня есть, ну, к примеру, сейчас, ну, компарат, сейчас будет, например, какой-нибудь, Ctrl-2, допустим, вот у меня есть переменная, вот она у меня, Satemp, да, если она у меня становится больше, чем, там, к примеру, 10 градусов, то у меня должна быть тревога. Ctrl-1, берем Alt-High-Temp, ту часть, которая трига, все. Вот мы, собственно, таким образом активируем тревогу. Он защелкнулся в R-S-Tri, и все. А дальше уже в WebTick повисло значение защелкнутое. Как в старой системе в Memory, там, B, M-A-U. Ну, вот, дальше. Ну, здесь у нас функционал немножко более продвинутый. Вначале, так сказать, существенно более продвинутый. Возвращаемся сюда. И смотрим, что здесь мы можем, во-первых, выбрать, какой будет Reset. Значит, здесь, смотрите, After Reset. Это значит, что если просто 3G исчезла, да, исчезла переменная, то сбросит тревогу сама. И... А надо, собственно, в Хелпе, но не как-то где-нибудь описано, кстати. Итак, User Reset. Это ручной сброс. Да, зашли, нажали кнопку и сбросили. И последняя штука. After Reset until Counter. Это вот уже похитрее ищите. Здесь у нас появляются два активных параметра. Значит, первый параметр, мы говорим, что это будет 3, к примеру. А здесь говорим, что это будет, допустим, 3,600. 3,600, это, да, видите, Time Value, Текунды. Да, если у нас эта тревога, за каждый последний час, да, то есть там скользящий час такой идет, если она не превысила, не достигла трех раз, ну, не сработала три раза, то она автоматически сбрасывается. Когда она сработала за час три раза, она защелкивается под ручной сброс. И это могут быть уже переменные. Заметьте, эти параметры, вот эти 3 и 3,600, они могут быть переменными. То есть их можно динамически менять, исходя из каких-то условий. Да, вот она, выбираем. Ну, типа, int или double int, такой, целый, короче. Но один без другого не живет, в связи с параметром. Ну, здесь обычный написатель. Вот это то, что пишется в базу данных тоже. И здесь, смотрите, еще здесь одно. Вот эти два столбца последние. Мы одновременно с тревогой, с возникновением тревоги. А, кстати, обрати внимание, не только по фронту трига, а еще и по спаду можем записывать. Ну, это сомнительная фича, но она здесь есть. Интересная фича вот здесь. Значит, здесь одновременно с записью тревоги в журнал мы можем записать два произвольных значения. 32-х разрядных. Это могут быть перемены, типа... Ну, в принципе, это могут быть любые перемены, сопоставленные вот сюда. Да, мы можем записать. То есть для каждой тревоги, разумеется, это свои значения. Свои перемены. То есть, скажем, у нас случилось, как тревога по давлению, такому, да, там, конденсация. Мы можем сразу записать температуру конденсации, еще и все. В общем, при каких случаях там случилось. Случилось там у вас, там, вообще, проблема, как-то, риск-замерзания. Ну, туда какие-то еще пару температур. Две штуки. Две штуки. Ну, там, в общем, это можно реализовать в Антулу, но это, в общем, довольно хлопотная такая задача, вот эта реализация этого. В принципе, это можно сделать, там надо просто добавить в эту. Ну, вот. Ну, в общем, это можно сделать. Здесь это уже реализовано. Фишка, смотрите, в чем. В общем, здесь вот в Антулу очень легко это писать в журнал. А здесь эти тревоги еще, смотрите, там как бы ведется, как бы, как два журнала. Один журнал, это, например, сохранится активная тревога, которая активная прямо сейчас. А второй журнал, это уже он нестираемый, да, он просто записывается в лоб. Так вот, эти перемены, они будут видны и в том, и в другом. И в них будет зарегистрировано, когда, допустим, тревога еще не сброшена, вы видите, пришли их, и вы видите, когда, да, прямо в этой. В принципе, это можно, конечно, посмотреть в журнале, но в целом это видно и в активном тревоге, эти же две перемены. Здесь, нет, он где-то скрыт, но на самом деле, если проанализировать код, в котором он вычитывается, в общем, его можно сделать хоть здесь, наверное, увидеть. Мало того, можно экспортнуть. И специальный функционал, который позволяет вот тут экспортнуть в виде файлов. Ну, вот, ловко есть. Ну, ладно, сейчас делаю мне речь не о том. Смотрите, здесь, в общем, надо обратиться к нему вот на что. То есть, допустим, мы в маске показываем поле, допустим, либо real, либо int, да, а у нас, смотрите, в одном случае записываются какие-то целые значения, в другом real, в третьем вообще какие-нибудь там набор булевых и так далее. Ну, как поступил я, когда я хочу записать, чтобы у меня при появлении этой тревоги, допустим, появлялась какая-то температура, да, это real значение. А при появлении этой, например, у меня появлялось там какое-то целое значение, какое-то количество, вот как здесь, memory writing number, количество перезаписи памяти уже, которое произошло. Ну, вот, это целое число. Ну, вот. Ну, для этого, в общем, придется сделать что? Кода будет, в принципе, может в этом случае оказаться довольно много, все зависит от того разнообразия данных, которые вы собираетесь здесь сохранять. Ну, вот. Но у нас вот это вот будет незыблемая вещь. И опираясь на то, какую переменную с каким индексом мы считали, да, в журнале, но на стороне SEMAS. Мы показываем, допустим, поле типа real, int, там, или еще какое-то, да. В общем, говорим, например, там пишем, там будет if. Если, значит, у нас считана тревога в данной странице, да, с кодом там, там, где от 2 до 27, то, значит, показываем поля типа real, а поля типа int прячем, да. А если у нас считана тревога с кодом от 28 до 40, поля типа real прячем, поля типа int показываем. Типа этого. Вот так. Соответственно, здесь можно различные, как бы, данные, сохранять. В общем, здесь 2 32-х разрядных числа. Если мы захотим сохранять здесь, скажем, 4 просто целых числа, там, типа int, да, но никаких проблем упаковать их эти 2, они не существуют. В целом, мы можем здесь 64 состояния, так сказать, даже сшифровать, и потом дешифратор построить, и так далее. Вот такая вот есть еще футчер. Значит, для чтения всего этого, там используются системные функции, которые уже написаны, да, и они библиотечные, на стороне, ну, на стороне Симаска. И там, в общем, они документируем, все нормально. Но чем хороший этот шаблон, который мы взяли за основу, что в нем уже они использованы, и весь этот, все это управление журналами, оно все уже написано. По умолчанию оно работает так, так и так, как там написано. В общем, кажется, сначала изначально код немножко громоздким, но при анализе оказывается, что, в общем, он довольно просто работает с функцией. Ну вот. И, соответственно, никто не мешает вам видоизменить этот код, дописать какой-то свой и заставить работать чуть-чуть по-другому. Но, в принципе, понимаете, основополагающая часть все равно останется. Вы все равно должны вычитать эти тревоги из этой базы и показать их на дисплей. В Симаске просто на был, если бы мы работали с пустышкой, без шаблона, нам, конечно, пришлось бы там написать несколько кода. Вот там было просто взять функции, разобраться бы через help, как это работает, сообразить бы, как какую-нибудь идею светлую придумать и, собственно, отображать это дело. В шаблоне. Все уже сделали. Сейчас, на самом деле, там всего по большому счету две маски. Одна маска с активными тревогами, другая с журналом. Ну, плюс еще есть вспомогательная маска, в одной пишет, нет активных тревогов, подписан журнал пустой. А так, в целом, это все в двух масках сделано. И тут код, он там в открытом виде, естественно, лежит. Вы можете просмотреть, но мы, когда дойдем до SEMAS, то там мы это все увидим. Здесь нет какого генератора аварии, хотя туда их можно пристегнуть. Здесь есть такой чудесный функциональный блок, готовый, который, кстати, это делает... Нет, он библиотечный. Если мы обратимся к шаблону, если мы обратимся, то на первой самой странице, там этот функциональный блок используется, вот этот blackout, он засекает время, когда питание отключили, и сколько его анодсистов считает. За это время он, он на самом деле использует память типа E, раньше, да, она называлась, сейчас она называется known volatile RAM. это та память, которая в часовой микросхеме живет. Те 52 байта, которые живут в часовой микросхеме. И сохраняются на батарейке. Потому что этот алгоритм требует как раз частой перезаписи, практически в каждом цепле. И единственный способ сохранить это значение после включения питания, это использовать батарейку. Собственно, часовая микросхема, в ней есть немножко памяти, она память сохранится, на батарейке. И, собственно, к этой памяти есть доступ. И этот блок использует, собственно, такой доступ, к той памяти. Пересохраняется там. Обращение к той памяти вообще происходит вот с таким, вот с помощью специально функционального блока. NVRM Unit. Вот, видимо, первые 11 адресов там заняты. Вот тот функциональный блок. Начиная с 12, и тут пароли сохраняются. Тут ребята хитрые. Тут даже где-то было написано, что, значит, они, пароли, сохраняются в NVRM, потому что есть функция затереть всю энергонезависимость памяти, подгрузить новые параметры по умолчанию. И когда сотрутся и пароли. Ага. И, казалось бы, да, какой-нибудь недобросовестный парень может зайти в системное меню, мы поставили пароль, взошел, произбил наш пароль. А эти ребята говорят, что они это обошли по проблемам. И, значит, они не сохранят во флеш-памяти, а сохраняют под батарейку с паролем. Замечательно. Если внимательные читатели системного меню увидят, что когда зашли в эту часть меню системного, там написано wipe retain. Это, значит, стереть вот эту энергонезависимость и записать параметры по умолчанию. Следующий пунктик wipe nvrm. Смечательно. В чем проблема? Точно, выбрал другой пунктик и затер опять же пароль. Никакой проблемы нет. Поэтому, как бы, это такая фикция. она существует здесь. Здесь они предлагают сохранить пароль в этой же памяти. На самом деле, и ту, и другую можно просто тереть. Правда, понимаете, в принципе, это меню, в котором можно стереть, можно закрыть пароль. Если вы закроете и тот, и другой пункт одновременно, их нельзя выборочно закрыть. Нельзя закрыть. Один закрыть, другой показать. Можно закрыть либо закрыть оба, либо не закрывать никакой. Но, на самом деле, ваше право выбрать то место, где вы будете сохранить пароль. Можно сделать вообще хитро, создать константы тупые, где-то в проекте где-то заложить, как себя любимых, никому ни с чем не говорить. это все хорошо до первой утечки. Первая утечка и, в общем, хана вашим паролям. Мало того, их можно даже не то, что здесь явно видеть константами, а взять define word, создать define word и создать какие-то константы в этой таблице, чтобы при анализе кода так сильно в глаза не бросалось. Вст куда-то запутать все понятно. Но понимаете, дело в том, что все равно ваш исходник кому-то попадет в руки. Мы сейчас просто уже создали свой макроблок, функциональный блок. Давайте создадим библиотеку с этим функциональным блоком. Они как большие, они пользуются библиотеками, а мы как маленькие функциональные блоки в открытом совершенно виде пользуемся. мы тоже создадим библиотеку и все будет соблюдено. Здесь вы можете упаковать свой пароль в функциональный блок, а функциональный блок и сунут в библиотеку и даже здесь никакого пароля не надо. Она просто здесь просто вы пользуетесь как черными ящиками функциональными блоками в соответствии с описанием документации. Если он вам чем-то не нравится, вы просто его не используете. И все. И здесь его просто физически невозможно увидеть этот функциональный блок. В смысле, я имею в виду любой функциональный блок библиотечный, его просто видите, вот есть такая штука show function block, но она не работает. Вот свой собственный, она работает. Допустим, я зайду туда, вот под делой он по блоку, который здесь кликнул, он мне его покажет. А по блоку библиотечному там кликай, не кликай, она мне его не покажет. И просто нет куда взять. Он там в каком-то скомпилированном мидии сохранен. И просто негде взять. Ну, давайте создадим свою библиотеку. Чтобы создать библиотеку, нужно создать чистый проект. Давайте мы откроем еще один экземпляр сисвита. Сестра также. Ну вот, замечательно. Открылся. Теперь давайте создадим новый проект. А, теперь обращаю ваше внимание на то, чтобы был пустой проект. не темплейт, а пустой. Дальше. назовем его как-нибудь my там clip 1. Да? Да, я даже не сворачивал. Они живут сделок на своей жизни. Каждая. Вы, каждый хотите сворачивать, хотите разворачивать. Называем my library. Созначально. Говорю путь. Так, окей. Значит, все, my library. Ну, это же папка, в которой лежит мой тот solution. вообще сегодняшний наш труд. Там еще много всякого хлама появится. Солюшен в своей собственной лежит. Просто наша общаковая папка. Все, назвал. Окей. О, замечательно. Бернулись к тому, что было даже хуже. Открываем. Здесь даже нету dependencies. Но смотрите, тут мы должны что учесть. Мы, значит, должны учесть тот факт, что в своем функциональном блоке мы планируем использовать библиотечный блок. Значит, мы сюда должны как минимум ту библиотеку подключить. Значит, как это сделать в отсутствии папки dependency? Очень просто. Кликаем по самому проекту. Add dependency. Выбираем Carvel Basic Lib 120 и говорим OK. Ну, у меня немножко дольше. Обычно она осталась. Она просто свернула это окно. Она быстро открывала. на самом деле, свернула. Не знаю, почему она делает. А в библиотеке уже прописано. вот одна единственная Carvel Basic Lib А, замечательно. У меня, в общем, все время она сворачивается. OK. Вот она все хорошо. Библиотека здесь. Теперь смотрите. Здесь есть два путя. Нас интересует здесь только папка лифт. Вообще, для библиотеки надо держать чистый проект, в котором будет только библиотека. Вы сюда библиотечные блоки можете добавлять, а библиотеку вы будете сохранять каждый раз с новой версией. Когда проект, даже где она уже существует, вам будет новая версия будет применять более старую и соответственно в ней будет либо с исправленными багами, то есть исправленные матросы ваши, либо просто будет расширяться их количество. Либо будут удаляться какие-то ненужные. Ну, не важно. Уменьшаться количество. Но, знаете, имя библиотеки присвоится такое, как присвоеное имя проекта. Поэтому здесь надо сразу выбрать ему какой-нибудь правильный. Как вы лодку назовете? Так она и покорилась. Значит, дальше. Как сюда добавить? В принципе, можно тупо взять. Создать новый. и здесь создать... Ну, понятно, когда у нас в макроблоке было всего два блока, когда в функциональном блоке было всего два других, это очень довольно легко создать. Но, на самом деле, их все равно не хочется, потому что лень. Есть два пути, как добавить сюда тот функциональный блок, который мы уже создали. Первый путь простой. Выделили здесь функциональный блок, delay on, нажали copy, зашли туда, зашли в папку национальный блок, нажали paste, и вот он здесь. И вот я перед вами. Самый интересный, считается неправильным путем. Я иногда вообще... Так, самым интересный, что считается путем нерекомендованным. Вот я, я вот, ребята, на самом деле то и то работает. Давайте делаем вторым путем, который считается правильным. значит мы идем туда обратно, кликаем по ресурсу, выбираем функцию export, выбираем export pause. Дальше смотрите, мы выбираем наш delay on, ставим галку напротив него, наш delay on, говорю, что окей. вот он видит вот такого файлика, он там на самом деле какой-то, сейчас мы находим свою папу, я тут даже его бросаю, могу переназвать, но так как он у меня будет один, то мне все равно сохраняю. да куда в произвольное место можно в корзину купить солнце, главное, чтобы не совсем оттуда, ну вот, теперь мы идем в свой проект, с библиотекой, кликаем по тому же самому ресурсу, говорим import pause, находим наш этот чудесный файлик, call package, говорим, делай он, говорим, что мы импорт, ну вот тут в общем, либо дунафинг, либо импорт, а, импорт будет гневный, может перенимать, поменять имя, ну, я не люблю, если это хорошо, по ресурсу правой кнопки import pause, можем поменять имя, никогда не делал, давайте попробуем, а знаете, вот в нашем случае, когда я хочу еще показать вам, как добавить библиотеку к проекту, так как я хочу и добавить к тому же самому, по которому мы работали, вообще, наверное, в принципе, целесообразно иметь блок с другим именем, потому что там уже с таким есть, давайте сделаем, окей, ну, понятно, да, он бы добавил его, если бы я эту фишу не узнал, окей, в общем, могу еще раз на прощание взглянуть на него, окей, теперь мы хотим из этого всего, собственно, из этого одного пока блок создать библиотеку, нет ничего проще, вот, собственно, вот по им, по проекту с именем в библиотеке, мы кликнем правые кнопки, говорим экспорт, действительно, надо понимать, здесь ничего сложного нет, здесь надо запомнить, почему кликнуть, потому что здесь везде есть какой-нибудь импорт или экспорт, экспорт, экспорт лайбери, нам тут говорят, что мы сейчас переделываем здесь конфигурацию симулятор, что-то грохнет, и, мало того, нас сейчас еще раз спросили, нам сказать, что она грохнула в этой конфигурации, мы говорим, ну хорошо, ну потому что, если мы скажем нет, ничего опять не выйдет, а, теперь нам спрашивают, нам нет, значит, надо быстро и билд, прежде чем создать лайбери, начинать, теперь нам предлагают версию назначить, 1.1.0. Здесь поставим галку, вообще, C-Suite при установке создает какую-то специальную папку, дайте, дайте, это папка где-то на диске C, ее, путь может переназначен, честно говоря, я не люблю, когда за меня что-то решают, я все время, я эту галку никогда не ставлю, и сам говорю, куда буду класть билдотеку, вот туда же и положу, и сохранится этот хитрый файл от lib, который на самом деле в себе целый вагон информации содержит, и когда он распаковывается, он распаковывается там в целую стопку разных файлов, когда вот добавляете в билдотеку, все на самом деле, теперь мы на самом деле можем этот проект закрывать, забыть про него, пока, да, теперь, теперь здесь, допустим, как добавить в другой проект билдотеку, не просто added dependency, если бы, ну, предполагаю, что если бы мы сохранили в юзер-лип, он бы сразу здесь появился, наша билдотека, но, кстати, но так как у меня он вообще в произвольном месте лежит, вот я просто беру browse, а я сам уже знаю, первое положил, не парюсь долго, и открываю, и у меня эта билдотека появляется, значит, здесь в проекте, сейчас, сейчас она там выделилась, она появилась сначала в табличке, а потом я нажимаю ok, она появляется у меня в проекте, сейчас проект там будет закрыт, открыт там, иногда происходит вот то, что произошло, сворачивание от А, в dependencies, видишь, появился в MyWireBer, ok, так, с тревогами я полагаю, мы разобрались, с билетеками мы разобрались, так, очень важный момент, без которого мы никак жить нельзя, значит, давайте откроем вот эту табличку, чудесную, Global Variables, и теперь самое время добраться до этих вот плагов, значит, первый столбец, так, не надо сразу без команды нажимать вот сюда, первый столбец, даже пробовать, ну вот, значит, я сейчас объясню, для чего это, и возьмите это понимание, почему не надо это вот прямо сейчас делать, смотрите, первый столбец, это принадлежность к области энергонезависимой памяти, то есть, если мы хотим, что переменная, setpoint, к примеру, стала параметром, да, энергонезависимой памяти, мы ставим здесь галку, обращаю ваше внимание, что, смотрите, одновременно установляется галка на столбец dev, что такое dev, вы уже все знаете, это файл параметров по умолчанию, в принципе, ее можно здесь снять, ну вот, тогда она, эта переменная, несмотря на то, что она останется, она в этот файл вписаться не будет, это уже на ваше усмотрение, какие надо, какие не надо, но ее можно поставить только на той переменной, которая в энергонезависимой памяти. Соответственно, расставляем там, любое, pband, delay time, все, параметры, все, соответственно, здесь уставились галки, здесь уже снимаем место. Смотрите, если я поставлю здесь, не ставьте, если я наткну сюда, то у меня на все переменные сразу становятся флаги, тут я, значит, схвачусь за голову, потому что, на самом деле, если я сниму, то снимутся со всех, а было уже на 357 поставлено, из 850, замечательно. Поэтому, если вы все-таки хотите воспользоваться вот этой фичей, сделайте сначала, к примеру, что-нибудь, к примеру, я хочу, чтобы переменная, фильтра, отфильтруйте сначала, комнату, допустим, и тогда ставьте уже, например, и потом снимите фильтр, и галка останется только там, где, собственно, где надо было. Без этого фильтра не надо ставить, потому что потом запутаетесь здесь. Но, если, скажем, в случае остальных флагов, то это, в общем, до определенной степени безразлично допущение такой ошибки, но будут они видны, бог с ним, то с ритейном, это вообще, честно говоря, такой серьезный трэбл. Особенно, если вы случайно потом снули, а потом начали снимать, и случайно забыли снять стойк, который бы надо бы точно снять. Поэтому здесь вот с этими галками, которые ставят с разновес столбец, с ними без фильтра лучше не надо экспериментировать. Все остальные флаги, это область, здесь задается область видимости, переменной для того или иного среды разработки. Например, хочу, чтобы у меня был доступен модуль обработки входов-выходов, переменной. Ставлю здесь галку. Например, у меня, естественно, моя сотемп, например, ставлю галку. Input Out это переменная, которая будет потом сопоставлена физическими вклодахами. Там она, если я галку здесь не поставлю, здесь не будет там видна редактора соответственно. Дальше. Давайте я создам здесь еще одну переменную, чтобы потом было на основе чего показывать. будет тип dint. Это достаточно. Все хорошо. Это будет на основе этой переменки будет не есть тревога, не справа с себя. Она впоследствии пригодится. Сейчас пока никак не пригодится. Значит, смотрите. Дальше. Столбец Input Output соответственно принадлежность к входам-выходам. Наши компрессоры наши. Все, что каким-то образом будет использоваться в модуле обработки входов-выходов должно быть отмечена эта галка. Если не поставить, значит будет не видно. Ничего в принципе криминального в том, что вы что-то забыли не будет. Вы просто увидите, что там не видно той перемены, которую вы ожидали. Вы просто вернете сюда, поставите, закомпилируете репозиторию обновиться и там тоже сразу это будет немедленно будет видно. Так, следующий столбец. А? Да, SenseAlm тоже. Несмотря на то, что она не будет соединяться с входом-выходом явно, но она будет получать оттуда информацию по этому вопросу. Спасибо. Следующий столбец. Протокол. Все перемены, которые вы предполагаете использовать при обмене данными через последовательные порты будут по мастерам протоколам или по слейвам даже и плюс конфигурационно если собираетесь что-то конфигурировать скажем скорость обмена и так далее должны быть здесь тоже отмечены эти галкинги. На самом деле ничто не мешает поставить на все перемены. Просто с этим немножко будут другие работы. Просто когда вы будете там прописывать перемены в ту или иную область у вас просто будет выпадать список огромный и вам придется в нем копаться. только в этом это никак не подействует на быстродействие производительность и так далее но целый отряд неудобства поэтому на наши компрессоры можем добавить дальше значит еще пару компрессоров дальше пускай будут всякие наши параметры можем добавить окей добавим так дальше UI это user интерфейс все что каким-то краем будет попадать в маске в смаз должно быть отмечено здесь то есть это не обязательно перемены которые будут видны на полях в виде таких значений это может быть перемены которые конфигурируют те или иные маски обеспечивают отображение либо неотображение и так далее все должны быть отмечены здесь соответственно в нашем случае это те же самые компрессоры например наши параметры ну и так далее производно расставляем user интерфейс это все что в смаз пойдет депп про депп уже сказали все что здесь отмечено будет писаться в деппфайл еще один такой важный момент есть такая хитрая функция сейчас мы здесь галок всех полноставим и немножко побродим по четырем страничкам которые есть в шаблоне попробуем дать комментарии короче здесь есть такая интересная хича которая позволяет текущие параметры заданные в контроле сохранить текстовый файл прямо в контроле либо на внешнюю флешку есть специальный функциональный блок надо подать на него соответствующую команду это может быть команда с клавиатурой например или команда кредерная по сети это очень неважно и этот функциональный блок создает файл прямо в заданной области либо на флеш-накопителе внешнем либо в памяти самого контроля там у вас 96 мегабайт там можете файл создать 500 штуки вот в такой файле в среднем 40 килобайт туда в этот файл будет писаться столько переменной которые здесь вот дэви галку имени потому что даже если вы сделаете ретейн а снимете галку дэп писаться это переменная туда не будет вы можете сделать к примеру следующее допустим у вас есть какое-то типовое решение вы законфигурили контроллер подать типовое решение сохранили такой файлик и носите его везде с собой потом дальше вы просто загружаетесь в файлик контроллер и у вас сразу настраиваются все параметры правильно ну скажем с другой контроллер с таким же приложением мало того когда речь допустим идет о таком софте как мы сделали некую всеобъемлющую стандартную программу там можно под разные разная конфигурация создавать много файлов и соответственно хоть все их сразу в контроллер подкладывать в новый и дальше конфигурирование этого контроллера сведется к тому чтобы выбрать нужный файл не набирать море этих параметров что у нас есть какие грелки и так далее какие датчики а сразу подгрузить это в файл а лог это то что пишется в логе то что пишется в логе то что будет отображаться в графическом виде нашим веб-интерфейсом и так далее поэтому мы здесь хотя бы на температуре на какую-нибудь по нашему желанию ставим сюда галку следующий столбец в нашей российской ситуации практически не нужен но только лог используется здесь выбирается единица измерения для данной величины галку 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 цельсия так значит знаете есть встроенный механизм который живет где-то там отдельно процессом на уровне операционной системы допустим у нас контроллер живет здесь в россии и отображает нам галку цельсия а сервер стоит в америке и там в общем галку цельсия людей пустой звук они там превышат жить фаренгейтом поэтому мы здесь должны выбрать играл все цельсия потом при прописанной переменной протокол указываем что она должна быть преобразована в имперскую систему в америке и частный случай это лон вокс и дальше значит что происходит на стороне лона понимаете у нас температура передавалась до 1 десятый а в лоне она хочет то же самое 16-битное целое число но десятичная точка стоит сдвинутая на один знак 1 сотая поэтому чтобы привести к лоновскому виду мы просто домножали на 10 свои переменные и она с той стороны читалась уже правильно ну вот а когда принимали такую уже обратную мы просто делили на 10 так вот если здесь поставить градуса цельсия а потом при конфигурировании протоколов выбрать лон вокс и собственно это будет происходить автоматически потому что там так ну соответственно описатель это описатель а стринг сайз работает только для переменных типа стрим ну у нас нет вот собственно для чего нужны эти все чекбоксы они собственно определяют видимость переменных в той или иной зоне и делают их доступными тому или иному редактору все дизайны все машины понимаете как лон никто развивать я полагаю не будет у нас есть бакнет теперь это вполне себе современная вещь он у нас в общем люди говорят достаточно качественно реализован и а лон не знаю лон не очень-то востребован я понимаю в Европе просто никак не востребован вот они там про него даже и как-то особо и не вспоминают ну ладно дело не в этом просто вот наш шлюз такой был такой есть здесь кое-какая его поддержка все-таки реализована и в силе и в контроле то есть вы вставляете в тот же порт с помощью того же лонсета вы соответственно создаете эту прошивку загружаете все осталось точно так же так ну давайте теперь погуляем погуляем по шаблону значит что у нас тут есть в шаблоне значит в принципе практически все можно использовать по себе здесь есть такой блачок библиотеки ну они уже библиотеки есть библиотечный блачок Кайлан написан который смотрите что делает допустим вы работаете с этим проектом и вы вносите изменения и вы здесь в принципе должны сами следить за этой версией изменили загрузили в контроле что-то там заработало криво потом изменили здесь тоже изменили загрузили в контроле идея в чем контроллер при первом включении проверяет соответствующей предыдущей версии текущей все видит разницу он выбрасывает на специальную страницу на которой пишет что зайдите в меню такое сделаете вайп обновите память перезагрузите параметры после того все начнет работать сделано для того чтобы у вас случайно когда вы добавляете параметры там используются количественные признаки здесь с этим все нормально она работает с текстовым файлом и ориентируется на имена а там выбор в базе делается ей важно здесь чтобы количество совпадало поэтому предполагает что вы могли добавить параметры туда-сюда и в общем она просит обновить эти параметры если версия изменилась собственно вот это делает батюшок если в силу каких-то причин не надо можно просто удалить это отсюда и повырезать там все из си маска но оно там немножко связано с стартами процедурами установки параметров умолчания и так далее там просто так удалить сходу ну там придется так сказать подумать как это грамотно удалить чтобы это шаблон еще остался работать ну дальше значит вторая часть blackout собственно вот это оно это то что засекает время этого отсутствия электричества тоже готовый функциональный блок тоже будет в библиотеке который по-моему basic лип по-моему если мне пометить дальше все задержки исполнение кода пока устанавливается параметр умолчания здесь можно с помощью именованных перемен именованных констант здесь задано это время вот оно 5 секунд 10 если совсем первый раз 15 секунд задержка будет сделать а если уже каждый раз включается на 5 секунд что-то происходит в общем легко подается анализу вот этот блок задерживается в ключе исполнения кода и видите здесь нет такого вы не можете поставить jumpstart на одной странице а jumpend на 22 странице здесь на каждой странице вы должны выполнить либо jump либо return return просто прекращает в данный момент исполнение этого пол этого программа и приходит к исполнению другого соответственно если мы заглянем запустим страницу в начале стоит традиционно как только здесь появляется единица все мы здесь обрываемся и выходим в другой следующем у нас стоит тоже в начале и так дальше все которые надо исключить из исполнения первой секунды стартов мы туда добавляем просто этот кусочек можно просто копипаст и плюс она вот это тесно связано на стороне симаска там тоже функции написаны это сначала показывает маску карел потом говорят инициализация подождите и так далее вот этот кусочек алгоритм если мы хотим чтобы исполнение не происходило чтобы у нас никаких ложных тревог не появилось и так далее по большому счету на каждой странице на которой могут какие-то какие-то стратические вычисления делаться и какие-то тревоги которые могут быть ложными пока параметры некорректно стоят желательно разместить вот такую штуку просто выходит отсюда из исполнения и все здесь все равно вам надо будет на досуге проанализировать как все это работает в общем здесь все довольно легко подается объяснение как это работает дальше следующий кусок но он такой условно нужный по причине того что часы можно настроить из-под системного меню зайти специально в меню и настроить часы я думаю что скорее всего здесь это реализовано для того чтобы ну первое клок он просто читает время из какого-то системной области потому что тут внутри системное время представлено параметром date типа date а чтобы отобразить на дисплее мы не можем отобразить на дисплее мы можем целые числа отобразить просто мы просто из-за этой переменной date выдергиваем все эти секунды минуты часы дни и так далее это понятно а вот этот этот в принципе если мы хотим подправить часы он вправит часы другое дело что он немножко дублирует системное меню когда в системное меню это есть это сделано ради чего если вы системное меню закрыли паролем и не хотите выговорить инвьюзеру а инвьюзер хочет поменять время контроллер скажем контроллер приехал в другой часовой поезд ну вот то он может зайти через свое уже пользовательское меню и поменять здесь видите здесь есть еще одна продвинутая фича а здесь есть вообще-то возможность инфраизироваться с mtp серверами дальше значит тут единственное с точки зрения интернета есть ограничения с точки зрения безопасности здесь только через vpn все общение а а уже какого-то такого обычного настраиваемого клиента тут нет вот такого общего пользования чтобы контроллер повесить подкнуть в интернет и на своей стороне да его это сам да там значит мы у себя офис элементарно это настроили взяли роутер обычный бытовой роутер который у нас там состоит раздает нам интернет подняли на нем сервер vpn назначили там все эти у нас там просто еще у нас там еще проблема ослаблена резко тем что у нас там роутер сидит со своим в интернете со своим собственным айпишникам честно да поэтому там настроилось я могу сейчас зайти с своего планшета в наш специально оставленный там ключом вставленный контроллер и поменять там параметры без каких-либо проблем вот это как раз это фича которая экспортирует параметры в файл вот специальный функциональный блок здесь мы задаем тип памяти то есть это будет либо флешка либо внутренняя память даем команд а здесь задаем имя файла здесь вот строка экспорт дальше мы к нему приписываем циферку ручками через меню вот файл называется экспорт нижнее подчеркивание там и номер такой в принципе конечно можно дать юзеру имя файла там набрать через это маски но в принципе это уже совсем хлопотно вот он называется экспорт к нему дописывается номер циферка просто польза говорит хочу сохранить текущие настройки файл экспорт один выбрал один потом нажал интер и бах файл создался потом перерастроил контроллер создал здесь заставший файл будет называться экспорт два нажал интер и еще один файлер потом зашел через два дня выбрал функцию уже импорта вот другой булочок обеспечивает выбрал файл там экспорт там 0.1 к примеру нажал интер и он подгрузился ну и так далее это все вот здесь реализовано и работает в маске соответствующая есть все маски в шаблоне и там если какая-то возникает проблема тут в общем генерится естественно число которое отражает эту проблему файл не найден файл недоступен там какая-то ошибка записи файл не тот носитель еще в общем там целая стопка генерится сообщений то или иной проблем обычно проблема возникает только одна вы допустим подключены USB с компьютера и тут же лезет туда сохранять файл он ему мешает он пишет файл недоступен вы выдергиваете файл доступен все нормально дальше retain memory check собственно вот этот макрос делает ровно то же самое что делает BIOS в старой платформе то есть он считает это количество перезапис за какие-то периоды времени и гири тревогу если часто перезаписывается как работает не уникал да да тут надо просто почитать хоп и как он работает дальше но вот понимаете с одной стороны вроде как сейчас это нам совсем не надо поэтому этот блок свечет переход на летнее и зимнее время так дальше паспорт всего лишь запоминание нового Lataible RAM собственно паролей трех штук больше ничего и здесь вот эти блочки которые читают системную информацию с контроллером типа размер температура платы и так далее читает а тут читаю и читаю вот здесь примерно когда вы говорите что не сумел контроллер корректно записать ретейн соответственно вот ошибка записи ретейн и так далее и даже длительность цикла считается и показывается сколько длительность цикла сколько циклов за минуту это вообще вещь бестолковая как раз можно брать неинтересно абсолютно так чисто поиграть ну в общем видите все в принципе практически не так много и все юзабельно поэтому можно пользоваться дальше аларм монажем здесь только то что используется вот этим аларм монажем домстроен для записи здесь в общем генерация время для записи активной тревоги здесь читается время для записи в журнал этой тревоги и собственно вот это преобразование какой-то макрос не знает в чем там это и делает мы берем булеву переменную допустим какую-то пользовательскую и ей сбрасываем текущие тревоги все так алармс а это собственно наши те две тревожки которые у нас уже реализованы одна из них переписывается в переменную такую это вот триггер и вторая вот это error retain write одна из них это retain memory error просто а вторая в нем too many retain memory writing все вот эта тревога значит слишком часто перезаписываемся это просто что-то криво записали ну типа этого вот они здесь генерятся все больше здесь ничего нет следующая страничка это такая традиционная для тарелла вещь здесь просто генерится переменный статус который говорит что сейчас если значит 4 если 1 значит выключено если 2 то включено если 3 то выключено с BMS по расписанию выключено там с линии там еще оттуда там еще в общем 0,1,2,3,4 на экране там выключено и плюс же здесь видите перемены которые являются включающими и выключающими к одной из них кейборд она привязана к картине там уже нарисована масочка в которой выключается даже графическим рисом нажимаете одну кнопку он там движочек перещелкивается картинка такая нажимаете в другую он обратно перещелкивается включили это пользуетесь в таком или в ином виде как хотите так ну и здесь просто пример счетчика на работе часов все рабочий здесь сейчас уже проблема знаете как была вантун не стоит тысячи часов изменить часов если дабл инт он в него можно писать без скончания век эти часы он спокойно сохранит 32 разряда счетчик почти безразмерным соответственно он тоже раз в какое-то время через 3 часа перезаписывает бритейн это дело и так далее можно сгенерить аларм по наработке вот это то что в шаблоне на стороне страты помните там была такая штука deployment view вначале мелькал что такое deployment и как вообще подключиться контроллеру в онлайн загрузить туда стоит ну вот значит смотрите чтобы онлайн отладка работала сначала надо выполнить минимальную настройку надо показать себе вот это deployment view вот у нас контроллер нам надо сюда добавить линии в которой будем пользоваться в данном случае это usb уже создана мы хотим добавить TCP полоска дальше мы соединяем таким образом и таким образом соединили от надписи здесь и от надписи здесь дальше кликнули сюда и здесь у нас свойствах вот прямо вот типа это разъем здесь у нас айпишник по умолчанию там local host у нас контроллер этот свой айпишник имеет 172 16 0 172 замечательно все на этом в общем настройка TCP закончилась на стороне usb add new network просто правой кнопкой в поле ну вот usb собственно настройки здесь только надо ком-порт на которой прописался у нас единственное значительное значительное ну вот значит я настроил себе TCP замечательно теперь я должен выбрать здесь онлайн и должен откомпилировать этот проект я просто кликнул вон в это вот сюда вот здесь они посмотрите вот я выяснил от надписи выяснил просто на синюю она образовалась вот здесь эти свойства я не знаю почему сделан именно вот на черный то есть кликнуть вот он ай пишет сейчас пока без комментариев без лишних чтобы не тратить время загружу быстренько в контроллер смотрите допустим захожу я к себе сюда в нажимаю здесь play так и вот это вот уже реальное значение читаемое из контроллера это все естественно точно так же работает как и работал но только уже теперь в онлайн поиграться может быть потом теперь смотрите что что мы еще имеем из-за того что у нас есть Ethernet в этом контролере например у нас есть такая штука как web interface в таком виде ну здесь картинка просто вложить и будет это живет безвозмездно то есть даром отдается хорошую жутку за даром одна из таких очень интересных и жить я вижу там просто образ панельки она тут же работает как панель то есть по большому счету вы можете взять слегка контроля и с компьютера с браузером подключиться и в общем вам это понадобится при наличии вы можете сидеть в офисе налаживать значит такая одна интересная печь в принципе она довольно быстро работает по крайней случае через сети gsm из дома я вижу тормоза одна секунда прошла изменит это по-моему в принципе адекват значит дальше кстати вот здесь я могу сказать что здесь я могу имитировать нажатие двух кнопок здесь никак две кнопки не нажать значит я здесь говорю что здесь будет alarm и интер и симулирую трехсекундное нажатие упадает системное меню вот информация что за контроллер вот такой персоной системы такой там реклодер серийный номер девайса видите у него бакнет здесь стоит лицензия открыта ну вот и так далее ну и так далее получаю получаю выхожу зашел допустим в сейтинг здесь у меня можно назначить пароль на вот эту часть меню вот на это в общем здесь ничего менять нельзя здесь только информация там все read-only поэтому это а здесь везде может что-нибудь поменять вот на все вот это хозяйство можно поставить пароль ну сразу если вы его забыли то в общем вы вставили 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 перебирать все возможные пароль вставили 99000 всего нет здесь букв нет здесь только цифры и никакого бэкдора там ничего нет USB здесь значит у нас разрешаем или запрещаем подключение флешек там соединение с компьютером по USB и так далее и вообще лазить на этот диск на контроллер окей пилан с этим но это только настройки дисплея ну дальше вот здесь видите можно дейтайм поставить то же самое что из-под нормального интерфейса но здесь вот это можно сделать ха 2008 прикольно синхронизация значит а что здесь делать вот NTP видите ну и так далее да терра стерра можно ну и так далее делаем что-то очень все это можно здесь настроить здесь апгрейд ну здесь уже прошивки подгружены какие-то нормальные старые вот а как как поступать здесь запускаем FTP это нормально говорим что значит 172 16 0 172 тайт приближ говорю себе что вот она папка апгрейда я в нее сюда из своего кабина должен просто положить прошивку все она скопируется если скажем у меня нет смотри если у меня нет вот этого всего инструментария там C-дизайн и так далее но у меня есть апэшник который из меню C-дизайн я туда положил удаленно потом через веб-интерфейс зашел сюда в апгрейд выбрал списка нужный файл апгрейд и все и он там обновляется ну а пользоваться вот она допустим сейчас вот здесь смотрите здесь кариос вообще кстати у них в принципе шаблончик симпатичный потому что есть интересные фишки которые мне нравятся есть так называемый quick menu одно дело когда мы ждем prg и там под паролем доступ к этому меню причем видите здесь скроллинг реализован все нормально сверху это можно легко управить под себя любимого количества пунктов и так далее и имена здесь еще есть пик меню здесь сэкформи допустим здесь у меня сэкформи здесь у меня допустим включить выключить включить выключить выключить здесь у меня инфо инфо это вот здесь собственно мои какие-то координаты ну что за компания код моей прошивки версия там вот так помните блоки чек версию чек это операционка блок блок логер дальше значит системы такой-то контроллер такого типа размера даже длительность цепи 2-4 окей следующая working house и вот она blackout инфо current time такой-то power of time длительность отсутствия этого питания ну там она должна это новая прошивка конечно вот она отсчет будет перевести это все шаблоны это все безвозмездно то есть да это все лежит в открытом виде подпечите теперь вы можете это править как вам угодно но вот я бы не торопился править вот это потому что я понимаю что он не очень простой дальше значит variables здесь у меня переменные доступные мои для обмена здесь параметры я могу сделать следующее поставить галку потом сказать что параметр будет равен сказать set все вот оно поменялось симулятор вот два setpoint давайте поменяем setpoint там сейчас 0 давайте поменяем setpoint где у нас setpoint так допустим здесь поставим 4 .0 дальше delay time там здесь стоит давайте поставим 15 set и здесь set возвращаемся к нашим парамус 2 4 ну сатем поэтому температуру хотят почему не поменять так да сатем сатем потому что она пока кода не прицепляет но потом спокойно можно поставить температуру к примеру 5.0 set идем смотрим вот так вот компрессор включился видите в принципе можем температуру здесь прибавить не мешает выбор сам 6 так значит дальше что здесь еще вот здесь видно все клиенты подключены в данном момент и вы через эту таблицу выяснили что их всего 8 штук может быть одновременно подписано к этому контролеру да вы одновременно залезете будете там сжать кнопки на перегонки лайф это лайф жалко у нас датчик не подключен ну и собственно все вот это начинает рисоваться очень красиво быстро в современной библиотеке здесь можно сжимать расширять и соответственно здесь можно добавить свою страничку потому что никто не мешает вам это править на ваше собственное усмотрение добавлять сюда под миллион этих ссылок делать как фига вебе единственное что я бы не рекомендовал трогать вот этот например если разберетесь честь вам охвала как это работает и правьте на здоровье если разберетесь как вот это реализовано и вам чем-то не устраивается как оно реализовано допустим хочу добавить мультикакер то значит добавляйте честь вам охвала если поделитесь своими успехами со мной вообще доберем и так далее поэтому правьте все на здоровье этот шаблон он по умолшению в контроллере его нет когда вы покупаете новый девайс там он нет кстати здесь на ксс карелком раздел сесвит раздел шаблоны там лежит вебки вы втачиваете вкладываете контроллер вкладываете htcp вот в этом вот там весь этот код лежит вот он в куточке библиотеки там сплошно Jaws крепится ну вот и собственно тут же где-то там gd здесь обрабатывается там архив лежат с фонтами и так далее прикольно даже метация мигания этого курсора Спасибо.